И это 14-я часть трансляции знакомства с XCOM Long War. С вами Михаил, он же Майкер. Чатику отдельный привет. А, сейчас подождите, я чатик сверху подрежу, а то в записи он действительно немножко выделяется. Вот, на нашу базу напали пришельцы в конце прошлой трансляции. Всех бойцов, которые только были у нас усталых, изможденных, мы отправили воевать, и говорят, что это самая сложная миссия в Long War, особенно с галкой «Активная война». И вполне возможно вот эту вот улыбочку с моего лица, которая нервная, ее очень скоро сотрут пришельцы. Вот, страшновато, потому что я хоть и защищал базу неоднократно в XCOM, Enemy Within и Enemy Unknown, но это же Long War. В этом Эдоне все перелопачено, переделано и усложнено. Поэтому тут будет точно все по-другому. Я первый раз в эту миссию, собственно, играю. Поэтому давайте сейчас прям очень внимательно оценим обстановку. Туфлайер поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает... Добрый вечер, Чамандер. Добрый вечер. Мы готовы унижать инопланетя. Унижать? С нами Бог. Деус Вольт. С нами, мать земля. Семь двадцать поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Цвет настроения черный. В руках записка «То, что ты, приемный». «То, что ты, приемный». Короче, значит, первые эллины будут падать с потолка. То есть вот здесь... Здесь у нас кто стоит? Разведчик, да? Вообще, хорошо было бы, конечно, ключевых товарищей, стрелков, которые на оверх поставить именно сверху для бонуса по точности и с разных сторон для того, чтобы можно было выщелкивать... Кого нам дали? Еще один ганер. Разведчик. Снайп. О, Мэл Лоис. Так, подождите. Дайте я вспомню, хоть как они бежали по основной веточке. А, вот отсюда они будут бежать, да? Они будут падать сверху и бежать вот из этой комнаты. Тут подлетают, подбегают. То есть нам нужно просматривать в первую очередь вот эту вот зону. Дмитрий Михайлов, на мой взгляд, не очень хорошо стоит. Его бы перевезти так, чтобы он видел. Ну, скажем, вот сюда вот. Блин. Реально не хочется. Так, кого-то надо будет оставить внизу. Человека, который сможет... Не, видимо так. Первый ход обязательно нужно оверы уже оставлять, потому что, скорее всего, они пайл ломятся сразу же. Здесь хороший кавер, фул. Но обзора маловатым. Ну, хотя должно хватить сюда. Снайпа наверх. Можно через крюк, но не будем через крюк. Ага. Потом еще отсюда лезть будет. Так, ну снайпера можно, конечно, вообще куда-нибудь в уголок. То есть как можно дальше, например, вот сюда. Двигаюсь на позицию. Разведчик хорошо подходит под дым. Но вообще он здесь не нужен, я так считаю. Его нужно тоже на хорошую дистанцию отвезти. Здесь вроде неплохое место. Поехали. То есть он с общим видом нормально будет бахать. Андердяка бы где-нибудь поближе к пацанам, потому что тогда он будет бонус давать. Но, к сожалению, на этот ход он не может нормально. Так, еще один ганер у нас, да? Овервотч. Здесь прицеливание. Здесь овервотч. Здесь овервотч. А, уже падают. У меня мало народу. О! Что? Не, я это не вытаскиваю. О, трое! А-а-а! Подкрепа. А вот и плохая. Внешние аккумуляторы пусты. Мы истратили всю энергию, держа дверь открытой. На зарядку понадобится время. Капец! Сразу мутон и сразу вот это вот... А-а-а! И вижена нет. Может через команду? Так. Дали еще одного ганера. Может быть даже с места, чтобы два раза выстрелить. Тут еще фланг у нас. Блин, это очень хороший момент. По мутону мало кто может. Давай по нему. Раз. Есть крит! Одного раз! Нако! Ох! Сразу мутон ушел! Мутон ушел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну здесь сто процентов раз, сто процентов два. Нормально. Нет, сто процентов раз. Возможно, овер. Три хита. Капец. С критом может бахнуть сразу его. Давай с критом. Давай. Крит сработал. Ес! Ну, 50 процентов, блин, тут. 96 ты не убьешь. Не хватит урона тебе, да, скорее всего? 5. Если только критонешь, то маловероятно. Нет, Дмитрий Михайлов-то его добьет, но я хотел бы просто оставить. Не, видимо, надо сейчас сапы вот сюда переводить. И пытаться им добить вот этого товарища. Хотя нет, он не добьет. Что по команде. Не получится, да? Ладно, стреляем в любом случае. Да, и добиваем, попробуем разведчикам все-таки. А, у нас же тут еще один есть. И два, второй лемминг. Ну вот их, видимо, нужно... Координаты позиции получены. Добиваем 75. Вообще плевать ему на обычной пушке. Вертел просто, вертел. Взрываем. Отлично. Двух опасных... Две опасные цели вышатали. Раз. Здесь выстрел. Скорее всего, шот сразу же. Скорее всего, сразу же. И овервотч, естественно. Помним про... Крыс. Я пошла. Я бы лемминга поближе подвел. С богом. Этого халявной перезарядки нет. Но лучше овер сделать. Блин, там была одна или две крысы? Бежит крыса. Сто процентов раз. Шесть хитов всего лишь. Давайте. Есть. Добили. Но она не добегала. Просто мне... Так. И есть время на перезарядку. Уху. Не расслабляйся, Миша. Не расслабляйся. Так прям... Ух. Перезарядочка. Раз. Увервотч. Может перегруппировать его немножечко. Не. Перезарядочками. Здесь овер. Есть овер. Здесь овер. Перезарядка. Лучше, наверное, овер даже. Овер. Еще идут. Летон или крыса? Крыса, видимо. Крыса, окей. Ну, двойной крыс. Он не добежит вообще никак. Ой, ну куда ты? Очень много оверов у нее потратили. Так, ну еще пока не падают. Перезарядка. Перезарядка. Перезарядка овер. Я готов. Ясно. Овер. 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 Идут новые. Кибердиск. Два кибердиска. О-о-о. 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 Привет, чамандер. Привет, Дмитрий Михайлов. Пропустил пару трансляций. Как там, лаваш-девочка? Лаваш-девочка. Девочка, ты... О-о-о-о, ты же не знаешь. Лаваш-девочка на дредноуте. Гуфнулся. И вместе с другим сотрудником. Во-первых, мне не нравится, что Дмитрий Михайлов стоит слишком близко к потенциальной опасности. К врагу. Надо подставлять лиммингов, я полагаю. Вот этих вот двоих брать. И проводить вперед. Пусть они просто будут как цель дополнительная для врагов. По крайней мере, первая видимая цель. Блин, два кибердиска, я же задолбаюсь их убивать. Ладно, крит есть. Дмитрий Михайлов есть. Я, наверное, вот сюда вот приведу сапа, чтобы... Ганер на паближ. Короче, этого тоже надо двигать вперед, я полагаю. То есть мне нужно давать цели ложные. И гранаты иметь возможность кидать там. Хотя там обычные, они особо не помогут. Здесь пока ханкер. Овер. Овер. С Богом. Блин, хотя бы один диск нужно убить до того, как он начнет действовать. Вылетает дроид, блин, ненавижу его. Сразу ушатали, молодец. Как я волнуюсь, капец. Не, не сразу. Ой. Еще два выстрела потратили. А вот и диск. Очень слабый. Грент. На ганера. Плохо все. Еще один. Овер. 72 плохо. Черт. Надо было ближе леммингов подводить. Да блин, что же мы мажем-то? 70-80. Жестко. Стреляет. Опасно. 35. Попадает. Это нечестно, друзья. Это банально нечестно просто. Стопроцентный крит. Пробиваем один. Но я уже должен лечиться медиком. Скорее всего. Давай метку ставим. Блин, или нет, или не поэтому. Блин, Дмитрий Михайлов еще не работает. Как он его не видит, а? Как он его не видит? Я не пойму. Очень плохо. Ситуация аховая. Ну, один-то я зашатаю, а второй-то что делать? Может, через команду Дмитрия Михайлова? 82, 82. Не, надо разведчику, наверное, бахать. Сначала этого. Потом его добивать. По крайней мере, ганером нижним. 92. Есть хороший крит. Тут просто фланг может быть. Или пытаться ушатывать. Я не знаю, почему он не видит его. Почему он его не видит? Фланганусь могут, Дмитрия Михайлович. А его в любом случае могут флангануть. Вообще, его никто не видит. Ладно, давай так. Видит. Ну, хорошая пушка, плюс крит. Крит не выпадает, к сожалению. Есть троечка. Есть. Могу Дмитрию Михайлову приказ сделать. У него урон больше. Я понимаю, что можно было подлечиться, но... Нереально здесь его убить сейчас. Есть. Срочно лечиться. Отвратительная ситуация. Я, пожалуй, наверх пойду. Ганером вторым. Леммингов ближе. Они должны быть целью. Понимаете? Они должны быть целью. Меняю позицию. Ужди на макушке, командир. Там еще один дроид. Он не должен. Да ладно! 28 фук. Так. Лечение сразу же. У меня апгрейджены аптеки, поэтому... Лечение эффективно. И нижнего надо подлечить. Готово! Я бы Дмитрия Михайлова еще назад потихонечку возвращал. Принято! Мне не нравится, как он стоит. Патронов ноль! Овер! Боже насторожен! Тебя бы тоже наверх завести. А, ты перезарядилась просто. Здесь пока перезарядка. Перезарядка. Чуть ближе. Сзади идут. Блин. Крыса падает сзади в тыл. Прям не выходишь не будет. К снайперам и ко всем остальным. Наоборот, надо сейчас перегруппироваться сюда. Штурмаша у меня нет, чтобы... выдерживать. Снайп не будет стрелять. Смотри, Михайлов пока перезаряжается. Наверное, этого ганера нужно подвигать наверх. Где он упал? То ли здесь, то ли здесь. Вот я не думаю, что нужно прямо сейчас двигать его. Потому что он шотница тогда. Не, я его снимаю на оверх, если он там один будет. Это понятнее. Но мне не нравится сама ситуация, что... Слишком близко здесь снайп стоит. Здесь точно овер. Здесь я бы подлечил, конечно, человека, но... Может, с ним спуститься? Не, оверы нужны. Или забраться все-таки? Минус два овера будет. Да нет, я должен убить. Забираемся. Зачем? Ну, половина хп просто снята. Вся броня. Номер один. Блин, может быть, Лемминга даже вытащить одного. Иду. Потому что если делать, то там ты разведку. Сектоиды счастливы. Что это за шум? Бегежит сектоид. Моя готовность. Здесь крыса, да? Крыса вниз. Ну, вниз хорошо. Снизу он ни до кого не добежит вообще. О, и тут еще сверху Дмитрий Михайлов стреляет. Да, жестко, 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 жестко. Ну, еще второй огонь от Дмитрия Михайлова. Дмитрий Михайлов, защитник! Герой новосиба! Так, снайп должен видеть этого упыря. И, скорее всего, он прострелит его. Там, правда, овервотч. Дэм. Давай-ка мы сюда. Тогда метку поставим. И заодно и прокоцим его с хорошей вероятностью. Отличным. Все равно снайпом буду добивать. Потому что эти я не снял. Рефлекс у него. Блин, 80... Вот дерьмо! Нет, есть гренка, конечно. Плюс можно ганером тут добить. Тоже с хорошей вероятностью. 70. Вот и все! Так. Пока перезарядка. Овер. Перезарядка. Овер. 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 Все, здесь закончились. Есть! Ну что, два ранения, но все живые, все живые! Так, аккуратно. Теперь действуем. У нас нет ограничений на количество ходов. Просто, просто аккуратненько. У нас есть разведчик с инвизом. Учитывая то, что наверху полных укрытий нет, я, пожалуй, пойду по низу. Инвизы, поехали. Три скана. Я бы сразу, конечно, кинул скан, но не на этом. Хотя нет, давай на этом. Мне кажется, что сюда нужно кидать следом. Размещаться, соответственно, наверху. У нас есть снайперы. И никого. Серьезно. Ладно, все равно не торопимся. Вдруг там кого-то не заметили просто. Подходим, перезаряжаемся, перезаряжаемся, подходим. Я так понимаю, что Дмитрий Михайлов, ты майкер? Да, Дмитрий Михайлов, это я. А зовут меня Миша. Нет, Дмитрий Михайлов, это герой из самого первого XCOM. Это человек, у которого даже есть собственная страничка ВКонтакте. Это герой Новосибирска. Он штурмовал вместе с остальными. Он был Леммингом, штурмовал базу пришельцев. И оставшись там вдвоем, он полез с гранатой в командный центр к командирам сектоидов. И спас, кажется, насколько я помню, человека одного. Ну и миссию затащили мы там. Это удивительный человек. Он настоящий герой. На всякий случай проверяю комнаты. Мало ли что. Здесь полу-кавры, но, в принципе, для товарищей, которые на Overwatch сидят, и для снайпов. Самое главное, что здесь есть возвышение. Помним, что есть Лемминги еще. Не торопимся. Сейчас как раз там все откатится. Но когда появился это сразу 5 человек или 6 человек на старте, включая этого плотного упыря, я, конечно, струхнул, если честно. Могут быть скрипты по мере продвижения. Да. Сектоид. 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 Овер 27. Сектоид. Ёпреса ты. Мне не нравится уже сверху здесь позиция, потому что меня уже будут видеть сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, нужно их выкачивать сюда за полную укрытие. То есть более безопасно. Смотрите, если я сейчас подойду, во-первых, я трачу половину ходов. Скорее всего, я, естественно, всех не убиваю. 4 сектоида плюс 2 вот этих вот мехтоид, или как они называются, очень жесткие. У тех рейндж очень хороший и точность отличная. Полукаверы меня тут не спасут вообще никак. То есть мне нужно выманивать реально сюда народ. Понимаю, что их там забафают до посинения, но... Сверху вот здесь вот вообще не вариант сражаться. Еще вариант есть. Нет вариантов. Так, давай-ка, Лемминга, пока что сюда. Ты сюда. Этими на полхода. Ганнеры дальше. И ганнерам главное давать еще фулл кавер по возможности. Если ты, конечно, такой есть. Да, есть. Ну вот отсюда, видимо, надо стрелять будет как-то. Пока сюда снайпа. Вообще уводим как можно дальше. То есть мы знаем, что сзади никого, да? Вот, и надо этим пользоваться. Может быть даже вот сюда вернуться. Раз, полный кавер, два, полный кавер. Я понимаю, что не все смогут работать с адекватным. Я помню на одном таком мехтоиде на миссии запоролся. Там, правда, были не такие опытные бойцы, но тем не менее. Лемминги вообще их никак не пробьют. Сейчас надо по-хорошему сначала сектоидов ушатать, которые ближе. Ну, потому что они, помните, еще баф кидают. Добавляют арморы и сопротивляемости входящему урому на мехтоида на 50. Вот на мехтоида кидают. Вот это очень плохо. Что нужно очень долго пробивать после бафа. Подходит один сектоид, вижу уже здесь. Снайпер заходит сюда, окей. Я думаю, что всеми нужно вот держаться дальней стенки. Тут, по крайней мере, есть два полных кавера ключевых товарищей. Я туда смогу поставить. Остальными придется и идти под полу, но... Или низ. Низ хорошо. Не, низ плохо. В том плане, что тебя снизу, если ему рейндж будет позволять, он будет не выходить, а стрелять. Но тут такого не будет. Так что ставь сюда. Прицеливание. Так, ты у нас пока отступаешь. Так, чтобы видеть. Так, чтобы не обошли тебя. Может, скан в трое кинуть, а? Блин, я не Дмитрия Михайлова за кавер поставил. Наверное, Дмитрий Михайлов сюда пойдет. У него с точностью все нормально. И он главным образом будет стрелять. Хотя такое не нравится мне эта позиция. Так, лемминги. Лемминги должны тоже отступать, но без фанатизма. Так, чтобы с одной стороны быть укрытыми, с другой стороны... Чтобы их видели. Хорошая позиция. Сейчас уже флангануть могут. Давай сюда под ханкер лучше. А, тебя уже здесь видят. Плохо. Тогда вниз. Ханкер. Господи, сейчас жесть будет. Слияние на михтоида. Идет сектоид. Тридцать четыре попадает. По леммингу он ханкерит. Вот как. Ну понятно, снайперы видят, снайперы убивают. У него все нормально. Плюс один. Наверняка баф на время, поэтому нам по-хорошему... Блин, вот думаю, может Дмитрий Михайлов наверх. Но у него не будет тогда вот этой вот хрени на прикрытии. Колонна не будет решать. В общем, да, давайте я лучше... Этого сюда. Чуть подальше, Сапа. От Дмитрия Михайлова поближе. Это тоже мне не нравится, как стоит. Нужно что ж поделать. Этот боится, ханкер. Скип пока. Командир, наши нас засекли врагов в системе вентиляции у переднего туннеля. Ой, далеко. Что это за шум? Ой. Да, мутоны. Раз. Тектой, два. Уах, три михтойт. Еще один. Ой. Чуть назад. Леммин, наверное. Там еще три сектоида и два михтойда. Кто ходит, блин, с ноги? В боеготовности. Проблема в том, что я его не вижу. Этого товарища подвижу. Подвижу, подлип поближе. Я бы убрал Лемминга, на самом деле. Просто убрал бы за фуллкауэр сюда куда-нибудь. Этого потенциально флангуют, но чё ж поделать. Наверное, вот так вот сделать надо. И ханкер. Овер, овер. Овер, овер, овер. Время молиться. Командир, замечена возросшая активность пришельцев в районе переднего туннеля. Похоже, они стягивают туда свои войска. Готовьтесь к бою. Ага, вижу одно. Этого побежал. Овер, 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 овер. Стреляет. 37. К передовому. Дмитрий Михайлов. Попадает разок. 37%. Ну вот он уже четвертый или пятый раз стреляет с такой вероятностью. Мажет. Хорошо. Йес. Все, теперь по нему, по крайней мере, работают снайперы и Дмитрий Михайлов. Уже хорошо. Что там взорвалось? Все, это последний. Это какой-то особенный командир. Смотрите, башковитый. Штаб спасен. О, там не последний. Еще два, три. Еще кибердиск. Да вы охренели, сколько их здесь? Убита 13. Еще 5, 6, 7, 8, 9. Еще три столько же. Снайпер не видит. Дмитрий Михайлов видит и больше никто не видит. Меня два раза просить не надо. Что-то не... А, все, видит. Так, ну что, попробуем с критом, да? Да, стоп, с критом. Раз. Надо критовать, надо критовать! Нет, не критуем. Ставить метку будем. 100% смысла нет. Стреляем. Шесть раз. Овер или бахать пробуем. Блин, может метку на кого поставить? Но я боялся разведчикам... Разведчика полиции. Может отступить и пострелять? Это полукавер, Михаил. Видимо, надо. Не факт. Дмитрий Михайлов через команду может справиться, конечно. Давайте попробуем... Да, через команду справиться. Раз. У него патроны остались, остались. Дмитрий Михайлов. Без него вообще никак. То есть, совсем никак. Два. Нет! Нет! Ну, здесь такая пушка, что не пробьет. Проходить, пытаться этим попасть. А он не видит. Тогда только так. Увы. Есть. Этого бы дезориентировать, но у нас только осколочное. Но я... Блин, или не тратят пока. Я, наверное, перейду... Вот так. И ханкерну, чтобы... Спровоцировать. 71. А, это ПСИ. Понял. Жопа. Так, снайпа ближе к центру, чтобы он простреливал и там, и там. Координаты получены. Тут возвращаемся в инвиз. Я бегу. Перезарядка. Опа. Как ты увидела цель-то? Перезарядка. Овер. 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 Перезарядка. Овер. Перезарядка. Можно начинать. Скип. Ой. Бежит. Не будет овервочи, что ли? Вы что? 48. Есть. Два овервоча. Ес, ес, ес. Еще. Побежал. Слияние разумов. Кажется, намихтоидом. Паникаем. Снайп не видит. Надо ждать, когда придет в себя тот упырь. Не торопимся, ребята. Миссия может быть последней, в принципе. Нафига мне сейчас торопиться? Вон, там еще один пришел. Халявный. Этот бежит. Ну и готовность. Хорошо. Значит, левого снайпера, скорее всего, снимает. Вообще, на халяву он и правого снимает. А левого никто не видит? Кроме снайпа нет. А, нет, ты же видишь. У тебя такая пушка какая-то вообще никакая. Стреляй, не стреляй. Не, давай, нормально. Гарантирован, на этого снимаем. А здесь просто на оберах. Ловим. Хорошо сделал, что отступил. Потому что я бы тогда сражался с двумя михтоидами. И с четырьмя сектоидами. И не было у меня полных быукрытий. А только половинчатый. Да, я всех бы видел, но зачем нет? Снайпер все равно должен его видеть. Летун, а они все подходят сюда. Так, летун или... Летун-то опаснее будет. Давай, летун. Если мне оставят на этой позиции, я буду только рад. То есть у меня тут, по крайней мере, ключевые в сейве. Только этого назад. Да, приходят все остальные. Слышим дроиды. Ой. И михтоид. Где он там? Он рядышком, он уже за этой штукой. Здесь он выходит уже. Вот это ключевая цель. Ой, со щитом уже. Ой, снайперам нужно срочно снимать правого сектоида. 81. Надо попадать. Надо щит снимать сектоида. Есть! Убили, сняли. И нанесли еще урон по нему. Опасно это все, друзьям. И муха не пролетит. Держу сектор. Надо уверить. Начинай наблюдение. Может грянку скинуть сюда? Осколочную, чтобы здесь каверов не было на будущее. Они явно отсюда пойдут. Поехали. Место хорошее. Огневая поддержка. 1%. Пошла грянка. Как бы он и так как бы за фулл кавером его. Только двойку нанес по дроидам. С богом. Дроид летит не... Ага, с линией разумов еще одна есть на мехтоида. Еще где-то сектоид есть. Это очень плохо. А, нет, это другой. Побежал. Овер-овер-овер-овер-овер-овер. Раз 100%, два. Блин, без крита. Мало, мало, мало. Не пробьем. И он лейминга сейчас будет бить. Еще, еще два раза по 100. Мало. Все равно мало. Он 67%. Он 67%. 67%. Расстреливай просто лейминга. Не паникуем. Не паникуем. Командир, дополнительные внешние аккумуляторы почти полностью заряжены. Скоро я смогу открыть одну из внутренних дверей. Подкрепления будут идти через нее, пока хватит энергии держать дверь открытой. Хорошо. Расстреливаем. Раз. Тут лучше овер, конечно, ставить. Два. Да лучше ганнером пострелять и оверы поставить. Все, расстреливаем второго. Ихтоидом. И как они правильно называются? Овер. Овер. Халявная перезарядка есть? Нету. Просто перезарядка. Переселимся. Овер вольщи. Держимся. Сейчас надо по списку смотреть, кто еще остается. Ну, это понятно, это смертники летят уже. Там один дроид и летун из оставшихся. Так, подкрепокажись. Что это за подкрепок? Вы чего? Ты откуда вообще пришел? Ты серьезно? Ну, видимо, танковать будет, парень. Что с него здесь? Перезарядки. Овер вочи. Перезарядки. Овер вочи. Подкрепок. Там один Дмитрий Михайлов вольнет, наверное, с десяток таких. Просто вот с десяток. Он шот, шот, шот. То есть он два за ход будет убивать. Они его с такой пушкой едва будут броню пробивать. Ну и плюс они еще мазать будут постоянно. Кибердиск. Кибердиск. У нас нет пулеметчиков для сапресса. Кибернаду убивать как можно быстрее. И еще рядом кто-то. Мутон. Ё-моё. Овер, 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 овер. Да, сейчас должны успеть. Это на полхода он подходит. На полхода. То есть он... Это вторая часть хода. Вообще отлично. То есть, по идее, он не должен ничего сделать. Ну не мажем 83. Вы что? Молодцы. Осталось 7 хитов. Кто-нибудь? Кто-нибудь? Да ладно, это не полхода. Это полный ход. ГГ. Можно стабилизировать разведчика, но... Но все. Вот оно нужно обнаруживать. Уже иду туда. Вот он надо со снайпа простреливать. Что никто другой его не стреляет. По нему не стреляет. Ну хорошо, но он еще не умер, разведчик. С критом утонул. Надо прямо ушатывать его. Метки нет, но количество выстрелов довольно высокое. Попало с первого же раза. Отлично. Скорее всего, овер будет. Дмитрий, давай. Давай. И надо стабилизировать товарища. Нет больше разведчика у нашего. Я забыл, что там рейнджа хватит. Ему надо. Пушки на макушке, командир. Я взрыв. Твою мать. Первая потеря. И важного человека. Потом никак сейчас без разведки. Блин, чужие разведчики. Так у меня же были лиминки. Я не должен был так вперед лезть, понимаете? Занимаю позицию. Готовность номер один. Что за звук? Еще мех тает. Это был, конечно, не топовый разведчик, но второй сыновизм. Остается всего четыре человека. Блин, вот не мог ты нормально сыграть, дебила, кусок. Буду стоять насмерть. Сканирую. Сканирую. Готовность номер один. Пусть это в окружке, командир. Слышишь? Слышишь? Командир, мы заряжаем дополнительные внешние аккумуляторы. Подождем подкрепить. Как только они зарядятся, дверь откроется. Я пошлю вам новые подкрепления. Я прям жду еще одного мясного чувака. Слышишь? Надо посмотреть по анимации. А вон они там сидят, внизу. Кто у нас тут? Ну, с лазерной винтовкой хоть. Последняя группа? Кто это? Кто ты? Евгешин. Разведчик. Ну, хоть молниеносные рефлексы есть. То есть, в теории мы ей можем разведывать. Это разведчик на прокачку как раз. Не, я пока поверю, друзья. Хочу посмотреть, вдруг они сдвинутся. Они вон там внизу ходят. Надо посмотреть, как они ходят. Ну, прям по отдыху стоят. О, тут сразу четверо. Раз, это два. Это три, это четыре. Может, туда бодрящую грянку закинуть лиммингом? Нужно триггерить хоть как-то. Докинешь? Не докидываешь. А так, увидишь? Ханкер. Укрытие. Слышишь? Слышу. Там командир один еще. Блин, разведчик в сериал. Я пробую закинуть так, чтобы стригерить чистых. Один-три-два, да. Три человека там. Да, побежали. Снайпер, правда, не видит, но процесс самый главный пошел, как говорится. Я даже лиммингов буду... Да, я просто буду уходить. Нет. Просто уходить и просто подставлять пацанов. Не надо так. Вот этим можешь уйти. Окей. Бежит. Хорошо, снайп уже работает. Паника, стопроцентно. Ну, командор. Плес. Вижен нет из-за него. Ой, ты господи. Пробуем подсветить. Видим. Для снайпера цель хорошая. Точно 56. Давай. Минус. Осталось три человека. Два мехтоида и командир сектоидов. Это был не командир. Это был, наверное, с кафе. Есть начать наблюдение. Ясно. Идучки выключили. Да, и мехтоид вот бафом подбегает. Ё-моё. Я заметил. Командир. Блин. Проблема в том, что... А чё мне делать-то? Я его не пробью за ход вообще никак. Под такими дикими бафами просто. Мне надо, видимо, лемминга продавать. Мне нужно продавать лемминга. Реально. Ясно. Начинаю с наблюдением. Просто леммингом, типа, оставаться на месте. Видит? 52. Берем еще одного лемминга. Укрытий нет. Фуловых. Но, видимо, мне нужно заводить его как-то вне основной группы. Пусть пофиг. Это будет фланг для него. Мне надо его выводить. Давай сначала так. Не, не хватает. Видимо, так. Я понимаю, что это угол. Блин. Вообще не подсвечивает. Перезарядка. Время молиться, короче. Бежит. Да, Overwatch. Сняли щит. Еще, 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 еще. 92. 100. Ну, я лемминга продаю. Потому что, ну, а как? Еще второй Overwatch. Дмитрий Михайлович. Лучше сейчас хп сняли, но, да. Он, естественно, флангует. Но лучше, чтобы он этого убивал, чем Дмитрия Михайлова. Не надо паниковать. Психи. Это же просто страта такая. Ах вы, сучки. Ах вы, сучки. Понабрали. Понабрали. Димка, Димка, просто, просто ушатывай. Раз. Хорош. Оставляем на овер тебе. Выстрел овер. 98. Еще один ганер. И овер. Хорош. Ну, я же еще один мехтоид. Мы же помним об этом, да? Мы об этом помним. Без Дмитрия Михайлова мы бы здесь, скорее всего... Ну, если бы затащили, но с колоссальными потерями. Леммингов больше нет. Сектой Чебеч надо... Надо все равно отправлять Евгешину. Потому что есть молниеносный, по крайней мере. Давай сюда пока что. Блин. Жопа какая. В идеале, конечно, командира сначала выцепить. Ну, так, по-хорошему. Черт его знает, где там мехтоид. Но он не бафает, что важно. Значит, мехтоид не рядом. Это хороший момент, чтобы попытаться... Не вижу. Или бафает он там что-то. Энергетическое такое. Да, там есть баф. Он бафает ему. Надо обходить слева, скорее всего. Тригерить его с другой стороны. Чтобы у разведчика была возможность отступить. И скорее всего, наверх завожу. Вот этого дурачка снизу. А, снизу дурачка мы уже продали. Да, надо типа флангануть, чтобы он... Вот отсюда выйти как-то. Ну, не выходи же мне прямо на полхода на них. Тогда... Тогда я не убегу просто оттуда. Блин, разведчика падает. Ну, еще у меня тут все в ранениях будут из-за того, что... Я всех устал и взял с собой. Сейчас мы выходим сюда и сразу за углом. То есть мы и флангуем с одной стороны. Если там у врувоз за счет молниеносных мы уходим. Молниеносный 4%, не факт, что уйдем. Вон, смотрите, главный. Вот, и все, и назад. Просто как назад? Совсем назад? Или вот так назад? Вот так, наверное, назад. Подальше от потенциального фланга. Но еще в кавере. Сейчас посмотрим по анимации. Есть ли там движение. Нечто вообще не аля. Ну что, можно подвигать, я думаю, вот сюда вот, народ. Снайпер вот отсюда может уже с общим видом бахать. Конечно, по-хорошему надо... Поставлять на оверах. Но анимация есть, и я вижу, где враг находится. Блин, разведчика я мог не терять. Мог не терять разведчик. Можно было предположить, что за этим зданием успеет кто-то флангануть. И если даже не... Даже так, уберу его. Да, кажется, они вообще не планируют никуда уходить. Им там хорошо. Ну ок, тогда... Тогда мы просто выходим... Выходим всеми. Начнем с крайнего угла. Посмотрим, какая там дистанция, какой там вижен у снайпа. Ну, на следующий ход, естественно. По идее, я не должен сейчас его видеть, как и меня, впрочем. Вот, но... В теории, в теории... Отсюда можно... Этого увидеть. Надо еще парочку выставить. Хотя это и рискованно, просто потому что с каждым новым ходом увеличивается вероятность того, что... Мы врага увидим. Ладно, сейчас подвести... Подвести... Убедиться в том, что они там же стоят, там же стоят. Окей. Дальше проверить Дмитрия Михайловна. Видит. Сразу можно работать. Снайпер видит? Видит. С критом. Начинаем по командиру. Раз. Хорошо. И ушатываем Дмитрия Михайловна. Куда же ты отступать будешь? Некуда отступать. Блин! Команда Дмитрия Михайловна, не переживай, нормально все. Еще попадешь. Твою мать! Видишь? Не видишь. У нас последняя возможность отсюда его добить. 67. Овер. Овер. Молимся, чтобы в этот ход он не ходил, желательно. Не ходит. Хорошо. Теперь, конечно, задачка, как его выманить. Я пока, естественно, перезаряжусь. Тем более, он может выскочить сейчас, как черт. Он, кажется, идет. Слышали что-нибудь? Кажется, он перемещается. Ну, разведчикам, естественно, мы будем пытаться увидеть его. Я попробую сильно по краю взять. Ну, типа вот сюда куда-нибудь выйти. Ой, ёппер, СТ. И он сразу меня видит. И назад я не возвращаюсь. Твою налево. И укрытий тут нет, нормально. И овер я не снял еще. Ну, надо делать ханкер там с места. Просто ханкер и на оверах. То есть он меня не видит, он должен идти вперед. Я должен его на оверах всеми убивать. И молиться, что сейчас я убью на оверах его. Что ж происходит? Никто это не реагирует. Я его пробую обойти. Молниеносный, скорее всего. Вот они. 6%! Ничего себе! Как ты сучок, а! Все, обошли. И вот сюда вот уходим за фулл кавер совсем-совсем, чтобы он меня не видел. Это то, что мне нужно. И сейчас главное его ушатать, как только он на тупо и бежит. Он же не видел на этих товарищей. Серьезно? 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 Слушай, друг, ты не охренел ли, а? Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-ка выходи. Не выходит. Как будто что-то знает. Ну, давай я вот так вот уйду. 5, блин. Сейчас я каждый раз так рискую. Я хочу, чтобы он за мной пошел. Я вот хочу, чтобы он пошел за мной. Хочу. Давай. Есть. Но-но, смотрите, какие овермочи. Но-но-но. Ищи, два хита, два хита. Дима, Дима, давай, второй овер. Второй овер, нужно второй овер. А-а-а. Победа. Победа. Блин, разведчика жалко. Сегодня мы сделали большое дело, командир. Мы защитили базу, друзья. Дмитрий Михайлов сделал свое дело. Да, но мы на две недели лишаемся части бойцов. А-а-а. Из-за того, что в фатиге все оно было. Плюс один точность у стрелка. А-а-а. Ой, двойной овервотч. А-а-а. Плюс одиночка меткости твою. А-а-а. Евгешина, молниеносные рефлексы. Что я там делал? Стрельба по-воздушному, кажется. Раз и четыре. Так себе характеристик дали. Трупы. Сплавы Элериев. Наносплавов много. Далее. СЕРМ поддержал ваш канал на старт-плее и сообщает. Ваш трофей найден на поле. Спасибо. А теперь на экзольт. Найден на поле боя. Находка дает новые возможности для исследований. Так, поврежденный бронекостюм. Окей. Не забывайте. Мы видим все. Ремонтируем. Ох. У меня все равно ситуация, конечно, аховая. В России беда. Надо спутник делать, запускать. Улучшенная баллистика. Плюс один к этому. Так, а что за исследования у нас там? Системы энергии пришельцев были? Улучшенная. Все, все было. Не понимаю, что мне дали. А, теперь мышь псионику. Я понял. Ну, а по оперативникам у нас, конечно, просто... Ну, выйдут, конечно, один состав выйдет, таких товарищей. Соколик топовый там только. Медик неплохой. Пулеметчик топовый. Ну, короче, на одну миссию хватит. Но в остальном, из-за фатига, еще один пулеметчик. Короче, мне нужно сейчас 2-3 недели спокойствия. Дадут ли мне его? Вот вопрос. Когда PUBG? Какой PUBG? То что, земля в опасности? Когда спутники? Секретная операция 5 дней. Ё-моё, мне этого не хватало только. И сканить экзальт нужно уже сейчас. Через 2 дня. Улучшенная баллистика готова, да? Да. В литейке есть проекты, но они все дорогие. Ремонт в бою. Пистолета нет. Это нет. Сплавов не хватает. Сохранение припасов прекрасная штука. Всем плюс один патрон. Всем. То есть, вне зависимости от типа оружия. Но 500. 500. Денег нет. Может, пока не поздно сделать еще парочку... Парочку пушек гауссовских. Тяжелый пулемет гаусс у меня есть. И две винтовки, да? Третья винтовка нужна. По-любому. А потом уже на точные лазеры будем. Ну, в смысле, на точные гауссы. Исследования. Ксеноневрология. Это у нас что? Дугомет, электрошок. Да. Вскрытие берсерка не хватает трупов. Ксеногенетика. Думаю, лучше на оружие гауссы все-таки пытаться сейчас делать. Потому что это мне апнет и штурмашей, и снайпов, и, самое главное, корабли. Либо ксеногенетика сразу же. Это денег не хватает на генетические модификации. Пули для баллистики еще сделать надо. А, точно. Это ж не для всех. Это же... Это же опять нужно выборочно делать. Как вот... Как называется. Подождите, а как называется штука, которая... Мне казалось, что всему баллистическому оружию плюс один. Нет? После изучения этого. Они открываются, новые исследования. С оболочкой? Видимо, нет. Пули с оболочкой сплавов. Да, вот оно. Дешево, кстати, стоит. Две или три? Три. Да, пули что еще можно дать? Так, что по запросам? Трупы сектоидов на ученых не хочу. Трупы мутонов на инженеров тоже. Лерри на инжей тоже. Нанат на инжей тоже нет. Деньги нужны. Сканить экзальт надо. А толку сканить, если у меня штурмаша нет на то, чтобы отправлять? Можно, конечно, взять нового штурмаша просто и... На пофиг. Пусть будет ранение. Так-то у меня штурмовики. Один на секретной операции, другой был ранен. А, он еще 44 дня будет ранен. Мне бы сейчас... А что будет, если я не просканю вовремя экзальт? Какой там ивент? Просто мне некем идти. Мне сейчас... Только, ну, людей просто нет. Те на генетик будешь клепать ГМО бойцов. Да у меня нет денег просто на это. Хотя там небольшие деньги нужны. Там мелд главным образом нужен. Но у меня сотрудников нет. Там же нужно их отправлять. Нужно это делать после... А, пока это не кончится, нельзя начинать. Да, тем лучше. Имплант-респиратор. Хорошо. Второй, кажется. Ремонтируем бронекостюм. Блин. Маленький низко сядет. Или будем пытаться сбивать. Твою налево. С кем я вот полечу, скажите мне. Или попробовать его просто сбить, чтобы меньше было. Давайте попробуем сбить. Лавиной, но это такое. Устал их разве можно отправить? Можно. Приземлился. Объект потерян. Обнаружен объект. С одной стороны маленький. То есть не такая большая... Сколько у меня есть времени? В 14 часов. Твою налево. Ну, кто там выйдет? Может, через какое-то количество часов. Через 10 часов Соколик выйдет. Соколик бы очень упростил мне работу. Ну, есть у меня там один медик. И толпа леммингов. Есть гром. Ок. Нет, просто от снайпа можно отыграть. Ну, хотя, если там мифтоиду будет. Нет, тупо дамага не хватит. Без пехотинца. Ну, может, повезти на паки. Короче, надо посмотреть, какие паки. Граф подчеркивания Деппери подписан 18 месяцев. Спасибо большое. Молезвер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, скан Экзальта не только миссия, на которую можно не идти, но и отмена активности Экзальта. Отменяет диверсии. Понял. Да. Короче, нужно сейчас, видимо, просканить все равно. Стоит это копье? А, не могу. Нет. Уже второй уровень. Тревоги. Так. Не только... Скан Экзальт не только миссия, на которую можно не идти, но и отмена активности Экзальта. Отмена активности Экзальта. Сканирование завершено. В Великобритании. Обнаружено местонахождение группы Экзальта. Так, ну... На эту миссию идти надо. Только надо дождаться Сокола. То есть нужно домотать, блин, до... Обнаружен объект. Да и... Обнаружен объект. Да вы что делаете-то? Главное не промотать. Такое бывает. Пять часов уже. Все, вернулся вроде Сокола. Да, Соколик здесь. Соколик, пулеметчик еще. И Роза, отлично. То есть уже как бы сопрессить можем кибердиска и так далее. Высесуали активировал премиум. Спасибо, Высесуали, за активацию премиума. Я возьму все равно гром. Понятное дело, что эти трое идут в атаку. Понятное дело, что... Идет гром. И мы выбираем со дна перспективных бойцов. Это новые, которые были. Ну, то есть пять, двенадцать... О, семьдесят два. Четыре, двенадцать, семьдесят два. Это раз. Мне нужен мобильный еще, товарищ. Ну, кажется, я поднимал уже вопрос о мобильности. У меня выше тринадцать никого не было. Да, для разведчика, для нового. Пять, двенадцать, шестьдесят пять. За счет от три. Очень положительный человек. А еще два слота у нас. Свободно с вами. Шестьдесят восемь, три, двенадцать. Такое. Мобильность средняя, хп средняя. Точность чуть выше среднего. Остальное хуже. Да. Тринадцать шестьдесят пять. Тринадцать шестьдесят пять, три тринадцать шестьдесят пять. Четыре тринадцать шестьдесят два, минус три. Фотос поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, не слушай нубасов. Нельзя сканить ячейки, если твой агент уже отправлен на миссию. В этот период диверсии не будет. Ну, Лизвер, нубас. Получается. Так, самое главное, расчет. Ой, Соколов взял, убрал. На Соколиком. Что у него по способностям? Он предпоследнего звания, к сожалению, не последнего. Ну, у него и Сошки стоят, и улучшенная лазерная оптика, и меткость девяносто девять. То есть он как бы будет бахать. Пулич у нас идет в бронекостюм. Пулич у нас идет в тяжелый пулемет Гаусса. Патроны я еще не успел сделать для... А, хотя нет, бронебойные-то есть. Спротивляемость урону тоже может помочь. Увеличенный магас пригодится. Может, конечно, респиратор еще взять. Может, патронов в тяжелом пулемете Гаусса, как правило, хватает. Ну, что там, их девять. У тебя плюс один просто выдается. Да, давай имплант. Я даже медику второй имплант дам, потому что, ну, надо держаться. Бронекостюм, лазерное, вместо лазерного прицела имплант. Здоровье, иммун к удушению, частичный иммунитет к отравлению, очко здоровья. Точно не умрет сразу. И доп два хода по истеканию иск крови. К грому базовые вещи ставим, потому что я его буду использовать только как разведчик. Не хочу тратить... Ну, то есть его, скорее всего, убьют просто. Ну, тут что есть, то отдаем. Самому точному винтовку Гаусса. Соответственно, прицел. И, скорее всего, обычный прицел. И, конечно же, бронекостюм. Товарищам, которые менее точны. Хотя это тоже достаточно точно. Давайте вторую винтовку Гаусса дадим. Последний бронекостюм. Прицел еще в достатке. То есть, работать надо на дистанции. Гуфики, дропики. Не, у меня все нормально. У меня ничего нет со мной. Твич гуф, говорят. Ммм, прикольно. Так, конфа. Написал? Фух. Берем фалангу, наверное. Здесь остается только лазерная винтовка. Хотя меткостью этого товарища тоже хорошая. Я все равно бахну ему прицел. И, может быть, даже бахну ему улучшенную оптику. Последний товарищ остается. Последняя, собственно, броня, какая есть. Последний прицел. Гренок нет. Страховочная аптечка. Надо посмотреть, что у нас там по школе офицеров. Ну, ой, в смысле, по назначению офицеров. Медик. Может, капитана ей нет. Может, майора ей. Не, он вообще нулевый по званию. Никакого звания нельзя дать. Ну, поехали, друзья. На этой НЛ-ошке 8-9 человек. 8-9. То есть, это два пака и дефенс. Ну, два-три пака в зависимости от состава паков. Желательно вот мне... Я не знаю, что за паки будут. Это ключевое, по сути. Ключевое. Но скипать эту миссию не стоит. Надо сделать разведку. Посмотреть, кто там. Блин, сканы не взял. Придется поработать в Британии. Мы отследили... Блин, ну Леммингом, ну можно же было сканы взять. С маленьким городком в сельской местности. Рейнджер в канале. Мы рядом с кораблем противника. Штурм-1 готов к выходу. Ждем приказа. Понял вас, рейнджер. Корабль сел сам. Падения не было. Так что ждите сопротивления. Отступаю назад. Для начала снайперам. Вот сюда куда-нибудь. В принципе, я бы далеко не уходил, если честно. Особенно на старте. Сейчас разберемся. Прислушивался бы, а понял, какие паки. Блин, он так стоит, что... Живущий. Слушаем внимательно. Это фингмены, да, у нас? Постепенно сдвигаемся, используя полное укрытие. Двигаемся за танком. Обязательно с лаверами. Слышим. Справа. Фингмены. Блин, фингмены. Это хорошо. Прямо по курсу. Возможно, надо будет передислоцироваться на это в возвышении, потому что снайпер, скорее всего, работать уже нормально не будет. А, уже там тарелка, ёпы, РСТ. Может быть, дальше уйти и не стоит. Потому что здесь кавер, 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 кавер. Еще потенциально два хороших фулл кавера. Может быть, и хватит. Я, наверное, пулеметчик подведу под фолду. У хлемингов чуть ближе. Не нравится мне уже, как снайпер стоит, если честно. Справа шаги вроде не. Тарелка-то открытая. Не, ждем. Ждем, слушаем. Да, справа. Справа еще кто-то. Надо сейчас резко танком уходить вправо. Сейчас ко мне как выйдут, особенно к снайпам. Мало не покажется. Че я без скана-то пошел, а? Да, пятненменов. Так, что снайп? Верит одного, хорошо. 81. Давай, без крита. Урона есть минус один. Хорошо. Это очень хороший пак, на самом деле. Ну, то есть, с точки зрения сложности, представляете, было бы 4 сектоида и вот этот вот жирный робот. Я бы офигел просто собирать, простреливать его с моими. Тут передислоцируемся, то есть фул. Сюда леммингом фул. Пулеметчик стоит нормально, этот стоит нормально, этот стоит хреново. Может, кстати, даже вот сюда подвезти. Гренки нет. Герасимов, давай ты сюда. Принято. Все далековато, но я не знаю, откуда они пойдут. Вот в чем проблема. Поэтому я здесь слишком опасный. Наверное, я пока сюда подойду. Танчик, естественно, у нас кайтит, байтит. Убегает. Смогом. Подбегает. Потенциальный фланг уже есть. Что снайпер? У меня самый главный вопрос к снайпу, потому что он... Он единственный, кто тут с хорошей точностью... Хорошо, ранили. Тут можно было уже не жалеть крита. Можно флангануть, на самом деле. Сначала танком посмотрим, что там по... А потом пробуем этим. Ну, угол хороший, я не хочу из фулл кавера уходить. Хороший минус, ладно. Назад. Тут чисто выйдем за углом посмотреть. Выходит следующий овер. Ну, такой овер. Еще овер. Пушки хорошие, точности нет. Давайте, надо ранить хотя бы разок. Пофига. Молодцы, вот уже. Ну что, красный туман и меткость еще на 15 где-то снизится. Это подходит. Стреляет. Яд. Окей. Снайп должен дальних двух фигарить. Да ладно, достает. Мимо. 40%. Трое последних, насколько я понимаю. Слева кто-то еще бежит. Сектоиды. Вроде не топали. Так, а увидит снайп, первый вопрос. Одна увидит, собственно, по нему. Блин, фигово. Но этого-то как раз убить проблемы не особо нет. Но не ставят же его на овер, правильно? Здесь нужно, видимо, всеми оверить. Танчик. Танчик тоже овер. А этими в ханкер уходить просто. Чтобы они подходили, мы, глядишь, там снайп увидят. И, глядишь, пацаны еще постреляют. Куда они отступают? Влево, что ли? С врагом, судя, влево. Могут отбегать, конечно. На мэлт, естественно, плевать. Вижу. Снайп не видит, скорее всего. Я думаю, надо его вот сюда вот выводить. Просто уже пофиг на кавер. Отсюда он может уже видеть. Мне не видит отсюда. Не видит. Отправление все еще есть. Да, мы кислот там. На, Танчик назад. Ай, черт, забыл, что это тоже. Неплохо, конечно. Да, сектоиды. Миллион сектоидов. Блин, сколько их там? Что за пак такой? Шесть штук. Проблема главная в том, что меня флангуют здесь. Это как бы ключевое. Снайпера, конечно, миллион целей, как, в общем-то, и у пулеметчиков. Начинаем с более-менее гарантированной цели. Один из шести. Надо перегруппироваться. Вот сюда сдвигаться. То есть камеру перевернули, в каверы тоже переворачиваем. Тут просто фланг контролится. Что мне делать с паникующими? Вот еще вопрос. 40-28. Видимо, сапресс. Не, ну какой сапресс? Сюда, да, Лемминга выводим. Скорее всего, овер. Здесь ставим одного так. У меня один дружанин плачет, как девочка. Поэтому БМП, видимо, я оставляю, чтобы... Его видели в первую очередь, когда мы стреляли. Еще два фигмена не забываем. Они вроде по морали провалили. Слияние. Секлайдов много, блин. Вот это плохо. Но если все правильно, то это последний пак. Ответ на огонь. Секлайдов еще чем хороши? У них же пистолеты обычные. То есть они наносят урон 3-4. Где-то так. Есть! Вот, пожалуйста. Ну и они, как правило, шотные уже. То есть там нет такого, что ранил человека, он выжил там и продолжается. Так. Ну это снайпер надо. БМП-57 надо уводить из БМП. 5 урона. Но только после того, как снайп постреляет, естественно. У него там последний патрон здесь есть? Нет, он плохо. Перезаряжаемся. И прицеливаемся. Здесь, естественно, надо уходить назад. Но вопрос только, реально, как уходить? Куда уходить? Потому что... Ну тут мы верить не будем просто, понимаете. Может оставить одного человека под полукавером? Ну уж тогда не его. Ну тогда ты не успеешь назад. Давай, ладно, тебе. Овер. Сопрессим? Ну зачем сопрессить? Ты можешь, в общем-то, пострулякать 56. То есть... Хорош. Ну как бы... Почему нет? Здесь уходим с Виженом, просто перезаряжаемся. Тут овер. Тут уходим с Вижена сильнее, наверное, даже вот так. Ставим овервотч, овервотч, овервотч. Линия фронта более-менее такая ровненькая, то есть мы синхронно будем начинать стрелять. Ой, сучок, а. 36 попадает. Может попасть. Фулкавер у него еще там. Ну снайпер с прицеливанием должен ушатывать 92. С критом или не с критом? Ну вроде с запасом, на самом деле. Девятка там, восьмерка и плюс броня. Да, пофиг. Стреляем. Хорошо, что Соколика дождался, да? Прям вот небо и земля. Представляете, я ковырял бы сейчас пацанами тут. Просто подсветить, посмотрим. Нормально. Сейчас, Леонера, надо посмотреть, сколько осталось. Там то ли двое, то ли трое. Двое сектоидов и двое этих. В принципе, можно светить. Подошли немножко. Отошли. Только снайпера надо меткость поставить. Просто снайп даже с лазерной винтовкой, с хорошим критом и вот с этой плюс один урон. А, у него же еще урон хороший, потому что он плюс два урона получает. Ну, он прокачан на известного противника. Не правее, да, все-таки? Окей, ну, тут пристреленная уже местность. Опять 36, ну, е-мое. И попадает. Только броню пробили ему. Только броню. Даже не полностью броню пробили. Девочки начинают паниковать сразу же. А соколы работают просто. Просто берет и ушатывает. Ой, соколик, ну за что? Зачем ты этот хит оставил-то ему? Сейчас придется ковырять эти... Сопрессим тогда уж. Тут 28, лучше его сопрессить. Привет, Рион. Мы отбились. Мы спасли базу. Потеряли там разведчика. Двух или трех леммингов. Но мы справились. Причем разведчика мог не терять. Но там такие просто... Падает сразу в первый ход. Шесть человек, включая михтоидом. Что? А, псиатака 95. Я думаю, что за вероятность-то? Ну да, вот. Лемминги, конечно, очень сильно страдают. 70. А может быть меточку поставим? У меня же пулич есть. Пусть сопрессит дальше, правильно? 72 и 82. Там просто прицеливался на прошлый раз. 20-ка была. Все, лучше отдали. Тингмены. Помним про Тингменом. Помним про последнего сектоида. И охрану. Сейчас он придет в себя. Разряжаемся пока. Лучше прицелиться здесь. И прицелиться заодно. Видите, у нас прокачан-то и снайпер правильным. Что с Dream Team на миссии? Три человека из такого полуоснов... Ну, один человек сокол это основной состав. Остальные все не очень. Ну, потому что только что базу защищали. Там все в ранениях. Надо двигаться вперед. Что мы избавились вроде как от... Тех, кто слева мог прийти. То есть, Тингмены шумели сейчас строго к тарелке, если идти. Вот оттуда они шумели. Соответственно, мне нужно... Мне нужно всеми синхронно двигаться. Двигаюсь в указанную точку. Помним про Грэпл еще. А, нет, он здесь. Тингмен. Тридцать два. Какая же вероятность? Невероятная. Сейчас я могу наполучать за полукавером. Тридцать шесть. Нужно ранить, друзья. Попадите хоть разок, прошу вас. Они так подставляются, конечно. Он... Рывок, что ли, у него? Или ты такой шустрый? Да, это был рывок. Бывает. Раз. Не хочу крит. Может, пригодится. Пятьдесят два метка. Нормально. Хорошо. Добрый вечер. Еще один Тингмен. И защитник. Тингмена, правда, второго не вижу. Кстати, снайпер не будет уже стрелять. К сожалению. Уже будет стрелять очень плохо, так скажем. Ладно, один ход. Может быть, на Тингмена мне еще хватит нормального рейнджа. Командир. Сторож порим. Сектоид? Опа. Нет, 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 нет. Это не последний пак. Еще пак Внутри тарелки А, или оставшийся сектоид Я мог пропустить, я мог пропустить оставшегося сектоида Да Да, сектоид Давайте, давайте, давайте Тут много кто должен стрелять Хорошо, уже попадание есть 20% Хорошо Давайте проверим Да, этот сектоид из пака, все нормально Перезарядочка Здесь можно флангануть кем-нибудь, ушатать Но я могу, кстати, спулить Но не спулил 99, убиваем Пока овер Подводим поближе Сингмен, судя по всему, ушел в тарелку Надо подводить А Сингмен, кажется, даже раненый немножко, да? Фул кавер, фул кавер Здесь еще два человека по месту Да, 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 да Кстати, не факт, что это Сингмен был Только что Не хочу ближе подходить Без разведчиков, конечно, беда Просто беда Да, здесь размещаемся Очень хороший вид Какие-никакие укрытия Снайпера, наверное, уже сюда выставим Здесь пока подходить ближе не будем Ну, потому что я левее Я не хочу уходить дальше, чем проверял танк Потому что даже одна клеточка Это, вы помните, мне стоила миссия с экзальтом Одна клеточка, быть она проклятая Все, вот, разведали Теперь уже занимаешь позицию С двумя оставшимися Готовность номер один Финмен, финмен Все, мне придется с двумя биц Ну, пробую увидеть его где-то Не выходит Нет, сейчас снайпер уже не стреляет Надо его ближе подводить Так, ну давайте тогда вот так Пофиг сюда Где-то неправильно так делать На пофиг БТР в четыре раза дороже Лемминга Ты его так подставляешь Ну, он же восстанавливается дешевле, чем Лемминг И я им не пользуюсь Он как раз вот в такие миссии От БТР БТР бесперспективная штука Она, повторюсь И она не в четыре раза даже В восемь Какой? Какой восемь раз? БТР стоит шестьдесят Лемминг стоит двадцать пять Починить БТР двадцать Где же тут восемь раз-то нашел? Выходит отлично Ну вот это как раз то, что мне нужно Ушатали последнего из пака Осталось только сейчас с этим С Диффендором Гриффендором разобраться Я, наверное, подойду ближе к Пуличам Чтобы иметь возможность Я просто сомневаюсь, что с такой позиции Буду работать нормально Слишком далеко Поставлю Пулич так Пока перезарядки 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 Не торопимся, не торопимся Вообще миссия такая, на которой я сомневался Лететь, не лететь А так Только одно ранение Да, сразу Пуличам Снайп видит Было бы проще, если бы он видел Видит Хорошо, значит, мы его Для начала сопрессим Ставим метку Потому что Пулеметчик Правильно тоже сделал, что подвел И сразу критуем его В восемьдесят девять В шестьдесят шесть Можно вообще шопить Не, они кританули Но у него осталось Вообще не серьезное количество ХП Надо, наверное, максимально подходить Сейчас с остальными И пытаться его прострелить Что там нужно сделать только один выстрел Не факт, что попадем, конечно Пятьдесят на пятьдесят Ну, попали Есть Чистенько Все в порядке, шеф И это НЛОшка Это значит Элери Сплавы В трупы Короче, денежная миссия Хоть и не очень И, конечно же, повышение масса Лейминговских Я делаю, естественно, тут Плюс два меткость у САПа Здесь В прошлый раз качал Палач Да, давайте Плюс три меткость, хорошо Ну и только лейминги остальные Четыре лейминга прокачалось Пятьдесят элери Пятьдесят шесть сплавов Фрагменты Компьютеры и источники энергии В принципе, деньги есть А, исследования не ведутся Ой Может реально ксеногенетику сделать Давайте И улучшать своих бойцов Быстрый проект просто Так, что по бойцам Один день усталости Четыре, семь Неделя, короче Неделя Неделя А потом А, еще неделя Парочка бойцов Три бойца Ну, четыре, пять с натяжкой Но Операция-то у меня будет раньше И кого на операцию Экзальта посылать Вообще непонятно Там Фенрир По, конечно Фенрир возвращается Фруктов, Ростокот И Вандорн Четыре Отлично Уже у нас есть По крайней мере Четыре человека Пулеметчик-разведчик Хорошо Второй пулеметчик Конечно На такие операции Не очень А может ли По проекту Штурм базы Какой мы Не знаем Где база А, или Штурм базы Пришельцев Я не хочу Форсировать На самом деле Высокий Средний Рейдер Игнор Или пробовать Сбить Рейдеров Мы, кажется Не исследовали Хватит ли Трех самолетов Два с лазерных пушкой Один с лавиной Северная Америка Там у меня Низкий уровень паники Пацаны Подскажите, пожалуйста Рейдер С какой То есть Какая его сила Сейчас Исследовали Лаз пушки Игсбывают Может Не повезти Следовали Не хочу Еще спутник Терять Но это не спутник Но это Предспутниковая Тема Хорошо Сбил Аааа Сбил Я эту кнопку Прожал Сбил Ой Ну и что мне делать Секретной операцией Никто не пойдет Да у нас Еще одна НЛО Не, вариант Взять из усталых Конечно Соколика Опять И отправить И отправить их Втроем На ранение Получается Взять Медика Для Ускоренного Восстановления Этот медик А, два дня Вернется Но Ник операции Не вернется Блин Не, разведчика Точно брать нельзя На этом Операцию Надо двухпулич И брать Видимо И соколиком Зачем самолеты Если их не использовать Ну вот сейчас бы Не повезло Потерял бы Ааа Этамы пушка 60 сплавов 120 Сам самолет 200 Надо внимательно Смотреть Можем Не можем Так Это штурм у нас Да Рананган А, 36 часов На нем Да, давайте сначала Секретной операцией Смотрим Что у нас там Блин Защитите передатчик Ой Твои налево Народу надо набирать Что вы справитесь С этой непростой задачей И ни одного Ганнера нет Все пехотинцы Ранены Четыре человека Тут штурмяка Надо брать Он очень может помочь На этой миссии Тем более что Ааа Это же Лоу-левельный штурмаж Вообще ничего не умеет За не менее Лучшего Надо его брать Проблема в том Что плюс два Еще Ой, плюс четыре человека Надо А дэмэджа нет Просто нет урона Понимаете Нет урона Да, надо медика брать Вытаскивайте с фатигой Снайпер там Всех не перестреляет Он в чем дело Может взять Вот этих вот товарищей Леммингов Ну то есть Апнуть уровень И взять с собой Они Уже получше Чем в прошлые разы Семьдесят два берем Тут точность критична Семьдесят восемь Блин, или взять Снайпа Соколик очень поможет Он на снайпе вернется Два снайпа Семь дней Бобер только вернется Не, надо брать Соколом Ой, господи Ну ладно Начнем с штурмажа А мы панцирку прогрейдили Веерный лазер берем Керамику Скорее всего Имплант Скорее всего Плюс хит Яд и прочее А, яд не нужен Кстати Мобильность Тринадцать Разведчик Разведчик с инвизом Спринтер Разведчик топовый Причем меткость Сто Десять Я бы взял Лазерную марксманскую винтовку Ему придется воевать Может быть даже Бонусный урон ему выдать Потому что Марксманская Хотя смотрю Кто дэмэдж будет Наносить Понимаете Скана-то хватит Прицел ему не нужен Так, стоп А марксманский прицел Разве мне не нужен? Нужен Меда Или хватит мне одного сканера Да, хватит одного сканера Урона не хватит Пулич Бронекостюм Гаус Бронебойки Двойной выстрел Есть Прицел Это Вандорн Вообще Отличный Еще один Пулич Бронекостюм У меня лазерного пулемета нет Видимо нет Ростокот 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 Плохо Ну, бонусный урон Тоже берем Страховочная аптечка Окей Медик Бронекостюм Учитывая то, что Медик хороший С овером Автомат Гауссом Вместо этого прицела Такой прицел Да, вижу, что там Надо еще Так, этот 72 Вот его надо апнуть Кого из него делать? Снайпера или гайнера? Снайпов у нас 4 Пехотинцев у нас 5 Вообще Кому еще нужна Высокая меткость? А у тебя там какие Характеристики В принципе? Маневренность Не очень Саппорт-разведчик Исключаются Так, а по Наличию Снайпер Очень долго Нет, снайпы будут выходить 7 дней И 2 снайпа выходят Пехотинцы 5 дней 6 дней 6 дней Тоже не нужно Ой Секретку Секретку можно откладывать Да Я на НЛО тогда пойду То есть реально Все, типа Нашли, но Можно Можно отложить Просто у меня Если я сейчас полечу Я на тарелку Не смогу слетать Вот в этом проблема То есть я без Негативных последствий Секретной миссии Могу отложить А, 48 часов Вы про это? Я думал Самый вен Так, а что у нас А, у нас Собственно Выйдет Выйдут некоторые Лемминги От усталости Но они мне не очень Интересуют Мне интересует Фатик Ну тут Только два человека Вернутся Штурм Новый И непонятный Упырь Я не вижу смысла Здесь откладывать Потому что Потому что Раньше Уйдешь Больше времени На восстановление Будет 48 часов Ну может быть Мы уложимся В два дня Некоторые Вот, вот Два дня А, ранение Инжам Инжам Можем взять Один час Два дня Может медик Вернуться Да, давайте Подождем Немножечко Медиатор Вернулся Хорошо Мы получили Новое сообщение От совета Сообщение Совета Что это? Разминирование Вы охренели что ли? Прекрасно Жду от вас Хороших новостей Я говорил Что мне Эти две недели Желательной Миссии Не получать В результате Три миссии Ладно Четыре Вот еще И ложка Мелкая Вы издеваетесь На разминирование Сейчас эти Нигерия Нигерия пусть Выходит Она и так Выходит В этом месяце Мне плевать На нее Не В Нигерию Точно никак Ну серьезно Вы что С ума сошли Скип Негатив Будет только По текущей Стране Ну потому что Она Скорее всего Сплэшем Заденет Юар Ну я вообще Рассчитывал На следующие регионы Аргентину Бразилию Если выполнишь Не выйдет Ну это-то Понятно Что посоветовать Эксперты У тебя Мины Весь материк Выбивали Это мне В общем-то И на ЮАР Тоже плевать Не-не-не Мне нужно Вытащить Сначала Вот эти Вот две Миссии Сбитые НЛО Кто-то Вернулся У нас Да Блин Никто не Возвращается Твою Налево Да Паника Да ЮАР Тоже Минус Кайф Штурм Вернулся Остается Десять часов Да и наложки Оооо Господи Какое Какая У меня 110 Сколько Нужно На эту 100 Непонятно На Полканов А НЛО Мы сбили Да Секретная Операция 24 Часа А что Важнее Секретная Операция Или НЛО Немножко Немножко В Америке Я не знаю То есть я не уверен Что пойдя На одну миссию Я Справлюсь Со второй Причем Экзальт Сложнее Чем НЛО Как по мне Как по мне Операция Агент Сидит Не потерять Бо Блин Кого Базовый Разминирование Важнее Не было Нет Точнее Ну то есть Может быть И да Но по Рискам Я помню Как проходило У меня Разминирование Одно Туда направился На Экзальт Еще Леммингов Мне явно Людей Не хватает Давайте На сером рынке Пока Не забыл Возьмем Там Соточку Еще Четырех Леммингов Есть неплохой Защищенный Пятерка 64 3 12 Но надо понять Во-первых Кто нам нужен Разведчики Нужны Маневренные Уже говорили Об этом Но больше 13 у нас нет Поэтому А подождите Я же Я же Разведчика Вот здесь Вот качнул Вот 13 Может быть Разведчик С усталостью Ну допустим Один разведчик Здесь будет До трех Доведем Три мало Можно четвертого Брать Давайте 13 4 13 4 6 2 14 14 4 6 Вот это Вот Разведчик Еще Вроде Слот Свободный Нет Да Кто еще Инженеров Особо не используем Но в принципе Сейчас вот Можно как раз Третьего Инжа Потому что Всех остальных Уже 3 Плюс От Инжей Нужна Защита Плотность Мобильность Точность Не нужна Жи Ши Пиши С буквой Е В слове Инженер По крайней Мере Так Начнем С топовых Товарищей А Этот Пулич У нас Остался С прошлого Ну в смысле Экипировал У этого Норм Все Инж Бронекостюм Точно Метка 75 Он хорош Даю Даже Автомат Нет Даю ему Лазерную Винтовку Что с Лазерными Винтовками Видимо У леммингов Там Карабин Возьму Ну или звер Подержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщает А нет ли Лемминг В снайперов Фатиги С тарелкой Даже базовый Снайп Поможет Разведчики Есть Нет Фатиги То есть Снайпер Тот же Самый Соколиков Можно брать Но он Идет В этот Давайте Посмотрим Значит Снайперы Четыре Человека Шесть Дней Шесть Дней Двадцать Пять Дней И Соколик То есть Отправиться Просто Следующая миссия Будет без Снайпа Ну я согласен Это стабильнее Это надежнее Просто Помните Как сокол Вытаскивал Парашлукатку Поэтому да Не забыть Сошки Еще выдать Разведчик Да Да Ториум Туда позвал На защиту Этому Штурмовику Непонятно Что Я пока что Фалангу Дам Даже Пистолет Пулемет Он просто Качается Страховочная Гренка И Давай Фукаску Хотя у нас Достаточно Много будет Народу Ну то есть У нас же Сап Есть Здесь еще Да Есть Сап Нет Сап Он не вытаскивал Так что Аптечки нам нужны Рядовой 60 плюс 6 Погоди Надо вот это было Рядового А нет Я же Сфатига Не вытаскивал Рядовых Специально То есть Это да Это да Это да С натяжкой Но да Штурмовик Да Разведчик Да Точно У тебя Прошу Нормально Да Лазер Не не хочу Я знаю Я только что об этом говорю Нет Лазерная винтовочка Прицел надо пораздавать еще по-хорошему Лазерный прицел Блин так не хочется гауссовски давать если честно Товарищам неметким Ну у нас же инженер достаточно меткий может быть Ну как достаточно меткий У нас же прицелов нет Мфри переподписан 18 месяцев Небольшая метка чтобы отказываться от лазерного оружия Некоторым Ну с нас все лазерки да Сема сэси ладно поехали Зря поторопился Эта тарелка сложнее чем предыдущая будет Просто потому что Это средний размер Садимся Но с другой стороны у нас тут и состав лучше Если на то улетели Три нормальных товарища И БМПшка тоже Которая по сути базовая Является базовым юнитом Без грейдов И остальные лемминги То здесь уже Ой-ой-ой-ой-ой-ой Штурм-1 готов занять корабль Вас понял рейнджер Штурм-1 Попытайтесь войти Позиция отвратительная Тарелка очень близко Укрытий у нас нормальных нет Наскируемся Смотрим кто вокруг Можем просто прямо сейчас Пулить уже Я бы закинул Скан сразу же В левом И попытался Это место занять Потому что Ну Прятаться в поле За полукаверами Это Ой блин Ооо Добрый вечер Это жуть просто Тарелка сразу Блин И нельзя близко Потому что у тарелки Скорее всего еще пак Надо наоборот К этому сокращать К тарелке Блин я пулич не заменил Один Улетают Блин Четыре дроида еще там Мне надо сейчас под шумок Проходить сюда Занимать позиции тут Ну Фулл кавер Фулл кавер Блин Ну на четырех места Есть только Чет не хочется мне Я не проверял С общим видом Он теряет инвиз Или нет Не хочется проверять Если честно Лучше так Все Вид только с общим Есть За счет этих Блин Ну тут тоже так себе Фруктов поддержал Ваш канал На 150 рублей Сообщает Прекрасно Знаете ли О чухаться в теле Зной на негритянке Штурмовика Удачи на миссии Чемандер равно Чемандер равно Блин А могу использовать Если следующая клетка будет Снайп ни черта не видит Но это не удивительно Блин Так не хочу сокращать Под тарелку Вы бы знали Но Перспектива Что ко мне сейчас И с тарелки Еще потянутся люди Она гораздо более неприятная Они возвращаются Нет Овервоч И сикеры еще Ооо Это разные паки Кажется были Это два разных пака Двою налево Или один Все-таки И еще Пак Это Успеем на Ивак Успеем на Ивак Не успеваем Кем-то успеваем Кем-то нет Так Дымы есть Ну тут я не вытащу Друзья Надо отступать Как-то вот так Потенциальный фланг Здесь Густого дыма нет Там Гренка еще может лететь Кибердиск Отличная миссия Ну вот старт Вообще отвратительный Ну а чем мне здесь Оставаться было В полукаверах В этом Без 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 нормальных укрытий Вроде дело правильно Через разведку Выбрал позицию Но просто не успел заняться Из реально опасных Там только кибер Да здесь укрытия у тебя просто нет Ты кибер Ты не ушатаешь Просто Тебе не нужно его ушатывать Тебе нужно его сопрессить Погоди Сколько там было Сколько мы спулили Девять человек Десять Этого мы фланганем Убьем Окей Допустим Здесь мы Через дым Кстати мы можем Увидеть кибера Уличем Смотрите что я хочу Я хочу разведчикам Увидеть кибер Спулить Соответственно Короче делаем так Дальше оцениваем ситуацию Нет Не видим мы Этим Трой пулемет Чикак Тоже не видит кибером Блин Или с этим Стрелять Мне как это пригодится Против кибер диска Девять уроном У него девять хп Раз так о том Надо будет Я должен снять овер С кибер диска Чтобы начать Хоть как-то действовать Пацанами Стоп А овер Я не сниму Если просто выстрелю Такой вопрос Если попадаю Снимается же овер Правильно? Сикер Особо не долетает Это дроиды Не такой серьезный урон А снимается подавление Жалко Просто если я не сопрэшу кибер диск Он подходит Кидает грянку И все И начинается конец Подсопресит Раз так о том Я могу Если только его увижу А для того Чтобы увидеть Надо подойти И то не факт Что я Успею Может проверим Тогда Нет Ну ты проверишь Это будет выстрел Просто по тебе Ты можешь Конечно Сейчас на овере Вернуться Разведчиком Назад Скажем Вот так По тебе выстрелит Но как бы Норм Поехали Блин Да что ж такое Да все Уже Распределяемся Твою налево тут Народу Трендец У меня двойного выстрела нет Кажись я попал Ну понятно Здесь нужно Как-то дым Закинуть Скорее всего Инжа Сюда подвезти Закинуть дым Но это Гренка Либо продавать Фруктов Например И продавать Уже поздно Надо подходить Видимо Пытаться Засопресить Одного Этенменов Которого Флангуют Понятно Блин Пять урона Крит нужен Убивай Есть Раз А Ты же не можешь Сопросить Дебила Кусок Только этим Сопросить Лучше Дальнего Он флангуется Он знает Что флангуется Сопрос Здесь надо Убивать Все-таки Этого Упыря Вопрос С критом Или нет Есть у меня Какая-то Страховка Гренку Можно кинуть Штурмовиком Приступаем Штурм Присоединиваемся Гренкой Нельзя Но у тебя Пистолет Пулемет И ты его С хорошей вероятностью Добиваешь Окей Тогда просто Стреляем Не тратим Крит Надеемся На то Что Крит Пропрет 66 И Снилось То есть В результате У нас Поэтому Устрою Да Давай Так Два сектоида Три дрона Это не так Серьезно Дохляк Единственный Который Под сапрессом Искатель Кибердиск Вопрос Только к кибердиску Я наверное Для кибердиска Сейчас подставлю Штурмовика Сюда Просто Чтобы для него Была цель И даже Не буду Уходить В Ханкер Просто Попробую Бахнуть Вот этого Упыряюся Я понимаю Что дробовик Близко Надо подходить Но пулить Еще один Бак Это Это Идиотизм Не хочу Я подходить Туда Еще одним Товарищем Поэтому Кидаю Дым Из-под Кавера Надеюсь Что кибердиска Сюда Не дойдет Не кинет Гренку Если кинет То это Все Развалится Развалится Кавера Развалится Все Сектоид Саппорт Сектоидом Блин Как же я боюсь Это кибердиск Он у меня От двух Первых Топовых Оперативников Шатал Сектоидом Ну как Ну как Ну как Ну ты че Блин Сейчас фонговать Будет Асапресс Все Забей Так Теперь у меня Снайп Должен критовать По этому Специально Спасенный Крит Оооо Как же я тут Выкрутился Пацаны Ой Как я выкрутился Еще не совсем Но уже почти Надо критовать По нему 96 66 Давай Есть 12 крит Сняли Большую часть хп У него Отлично Конечно Подошел туда Но это Потенциально Пол еще одного Пака 42 Маловато Будет Но здесь Уже можно Как бы Сопрессить Тот же самый Кибер Я думаю Что Либо два раза Стрелять Тут очень хорошая Меткость Ну 76 Плюс метко Второй выстрел Отличный Да Поехали Попало Отлично В первую очередь Бахаем Кибердиск 77 Давайте Блин Плохо Ладно Ты можешь Гарантированно Практически Гарантированно Добить Кибер Да Получается Да Гарантированно Добьешь Кибер Есть более Выгодные Цели Ну Вообще Дохляка Справа Надо Ушатывать Потому что Мало Кто Кроме Тебя Это Сможет Сделать Хотя Пофиг На него Потому что Ты его В любом Суча Сможешь Подсопросить Сможешь Подсопросить Поторопился Вот Поторопился И сразу Тебе Нака Может Гранаты Кибердобитие А у них нет Бонусного урона Плохо Вбиваем Короче Кибер Здесь С Кибердиском Разобрались Дальше На что У нас Потенциально Дроиды Флангуют Но тут Как бы Не понял Почему Никак Здесь Не можем Штурмовиком Жукнуть Сюда Подходить Не очень 57 Блин Знал бы Что это Все И это Не все Я могу Так Но Меня Тогда Отфлангуют Вообще Изи 52 18 Ну Стреляй Да 52 Тут Сапресс На Thing Мэна Все Таким Я Под Дымом Еще Какое-то Время Сижу Может Этого Гринка И Шатать Ну Я Не Знаю Как Давай Давай Так У Меня Еще Простой Не Хотел Я Фланг Вставлять 24 1 Нет Сейчас Сейчас Нас Освободится Снайп Кислота О Отлично Классно Эти Эти Тупят Некого Лечить Этот Не Подойдет С фланга По крайней Мере Сейчас Подойдет Так Это Да Не Оритый Блин Какие Вы Паникеры Ненавижу Главное Чтоб Новый Шпак Сейчас Не Вышел Овер И Тупо Умин Все Нормально Нет 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 Может Убить Штурмоша Можно Реанимировать Нормально Без Паники Ну Я Виноват Видите Штурмовика Вообще Мог Рендовать Так Есть Все Есть Сапрессы Есть Снайп Который Работает По всем С отличной Вероятностью Вижу Только Проблему В том Плане Что Меткость Не макс Нужно метку Ставить Скорее всего Буду А давай Так Это раз Я понимаю Что сапресса У второго Примерчика Нет Но у этого Два Выстала 67 А Паладжи Ё-моё Забыл Так Это нет Это да Поэтому Надо бахать Потому что Он бафает И он Вон Видите Один хитом Остался У человека С этим Должны справиться С этот Не угрожает 72 Возможным 42 23 Не Перезаряжайся Лучше 70 Ну В принципе Сидишь И стреляй Да Окей Какой Дэмэдж Террэбл Террэбл Дэмэдж Струмаша Подведем Ну Чтобы Вот так Прям Прям Вот так Ой Оказывается Поближе Да какой же он бронирован Это Ё-моё Здесь тут столько Снайп И видимо придется Мне сносить Этого Увы Сейчас будет выстрел От сектоида Соколик повышение Получает Последнее звание Может он Спаникует Вообще Может быть Ничего 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 А и промах Еще Ай Соколика Душат Ах ты Сучок Забыл Про Финмэна 14 Вандорн Мимо Окей Хорошо Соколика Сейчас мы Будем спасать Сначала Я штурмаша Спасу Жалый Тут стреляем 82 Сбиваем Его Не 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 Сбиваем Слушайте Не Сбиваем Сбили Тут Скорее Все Просто Стреляем Плюс Метка Хорошо Остается Один Товарищ 94 Меткости По нему Голограф А соколик Даже пострелять Может Понимаешь 52 Но это же Сокол Это же Ни хрен С горы Ай Я думаю Сопрессить Или Не Не Подбегать Сейчас точно Не нужно Пофиг Пусть он По броням Не стреляет Я лучше Попробую Стабилизировать Лемминга Штурмаша Здесь подойду Вот так Просто И Там 70% Может Пропрет Бывает Перезаряжаемся Очень Сложное Начало Было Прям Очень Сложное Да Ничего страшного Там У них У дроидов Урон Маленький Опа Выходит Следующий Пак Сикеры Исмены Если кто Нормальный Не самый Жесткий Один Режим Скрытности Окей Я понял Нормально 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 Здесь другой цели нет Поэтому Здравствуйте Добрый день Тут к сожалению У меня один только выстрел Я очень А у меня перезарядка еще Блин Не торопись Может быть здесь Стоит им Я понимаю Но Только прицеливание Мне кажется Надо второй дым Сейчас кидать Сейчас двигаться Учитывая то что А у Ешки нет Я как раз Охот теряю Мне нужно убирать фланги Плотненько вставать Сейчас Закидывать Соответственно сюда Дым Ну как-то так Ну да Потому что Я тут не Не ушатываю Нифига С первого раза Попробую подсопресить Кого вижу Вот такое Тут дым Я понимаю Что перезарядки нет Но Дым тут важнее Хотя Как я потом Секеров буду убивать Вообще не понимаю Штурмовик Вам видимо Поехали Сорок девять Сорок девять Я наверное Подсопрешу левым Ну проверим Как оно Как оно будет Можно попробовать Подранить Хорошо Отлично Ну и время молиться Тридцать Четыре мажет Хорошо Скрытность И не работает Да при этом Сопрес Ах ты сучок Я думаю Время скана Вообще там Ну потому что Как бы Их двое И они в дыму Могут быть Мне их надо Надо ушатывать 90-40 На овере 48 Ну я бы Бахнул сначала этого Потому что Тингмен В этой ситуации Гораздо опасней Хотя Ход Я бы Продержался Нифига Он не опасней 75 89 41 Надо было Конечно Сначала Молниеносных Избавиться Горянку мы здесь Не докинем Никак Блин Блин Что я сделал Опять Это вроде как Приземлился Его Проще Убить Поехали А потом А потом Второго Под овером Есть Молодец Молодцы Ну тогда мы Просто сможем Этим Штурмашом При необходимости Ну если бы эти Не справились Кстати Можем штурмаша Подвести Run and gun Все дела А того Подсопресить Это более надежный Тем Пулька то есть Есть Давай Run and gun На Трубчик Ну там должно быть Все равно Около соточки Вероятность Да и мы добьем Его Надо было так Сначала сделать Все Тот раненый Тот подсопресом Есть еще Сектоид Один маленький Но это Это последний пак Перед Защитниками Один процент Хорошо Вытаскиваем Друзья Вытаскиваем Зря 77 Надо было Разведчикам Сначала Бахнуть Вдруг Сокол Не попадет Да и опыт Ему не нужен Особо Перезарядка Ну тут 79 Тут есть возможность Посопресить То есть я тут Особо не рисковал Овер Овер Ух Ребят Почти минус 3 пака При таком хреновом начале Это очень хорошо Соколик Привет Перезаряжаемся Ты конечно жжешь Я не знаю Ты смотрел Или трансляцию Откуда смотрел Но ты там Миссию Фактически В Соленово Там затаскивал Так Ну у меня есть Инвиз Конечно Значительно Облегчает Задачу Скана Правда Нет Ну что ж поделать Я подтянусь Немножко Вот так Аккуратненько Без фанатизма Короче Там два Защитника Помню Да Септоид Чебечет Бегает 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 Подсветим Убьем Ну тут и так Видите Он вообще Не представляет Угрозу Один Вот когда их там Четверо И они с михтоидом Вот это да Это уже проблема Прям Что Сопресит Ничего себе какой Отстреливается Снайп видит 88 Да хватит Я думаю Соколику За фулл кавером Стоит человек Все минус Вообще у меня штурмаж есть И это очень хорошо Для как раз Убийства этих Ну я наверное буду выманивать То есть штурмаж Он у меня конечно Подойдет поближе Вслед за разведчиком Но Будет где-нибудь за углом Чтобы Так я не вижу врагов Блин где там штурмовик Не перевхали Соколы расслабятся Да его надо ругать почаще Мы же помним Как он умеет Эй Я уже слышу Как он Возмущается Так у нас нет возможности Восстановить хп Уже нет Ну у нас На самом деле Под каждого из этих Защитников Есть Сапресс А это значит что Мы обоих можем контролировать Главное увидеть Где они там Аккуратно Убиты уже 14 человек Да где-то 15 Да это похоже На Среднюю ложку Смотрим Скип А что А скорее всего Сразу за углом Ну хорошо Фул кавер Да Видим Двоих Следующий ход Кажется Кажется они даже Не вылупятся Пока я Если я вот так вот Зайду Они не вылупятся Не вылупились Хорошо Это что нужно Я правда на полхода Всего ушел На маневренности Должно хватить Чтобы Нормально убежать Плюс еще маскировочка Так что Овер Прицеливание Овер Овер Ого Этого же Надо штурмаша Сюда Да Я бы даже Его куда-нибудь Левее Завел Есть риск Не знаю Откуда они будут Выбегать Вот еще проблема Понимаете Если со стороны Штурмовика То это плохо Увидел где-то Где черт его знает Ну раз увидел Значит близко Поэтому штурмаж Сюда и в ханкер Я бы здесь тоже отошел Да вот Мелькнул Мелькнул сейчас Прицеливаемся Нет Справа выходит Дижн уже есть По крайней мере На штурмовика Снайпер к сожалению Не работает Поэтому А там оба на Овере Надо заставить их сократить Еще сократить Они должны сокращать Все отлично Здесь может даже фланг быть Уже есть Сапресс Уже есть Снайп 87 А давай Я попаду Я верю в победу Просто Здесь Минус 1 Ханкер Тоже ханкер Скип Я смотрю Он дерзкий И ничего не боится Ну там уже Все просто Даже если Снайп не работает А он работает Мы первое Что делаем Это Сопрессим его Дальше Снимаем Овер Опасно Ой Как-то не очень Хорошо Получилось Все еще не пострелял Что за бред Как он Стоит на овервотче Но не стреляет Это Это что такое Я же его не убью В этот ход Да Соколик попадает Молодец Я не хочу Рананган Врубать Хотя я могу 68 Вах На-ка Все Изи 17 человек Справились Это средняя тарелка Много сплавов Много элерия Ну то есть Все хорошо И главное Получили только одно ранение Нубасом Который первозванный Да Медиатор Инженер С густым дымом Теперь Меткость плюс 5 Он очень меткий Мастер ближнего боя Штурмовик плюс 3 Хорошо Тяжелое ранение У штурмовика Мастер ближнего боя Плюс 3 меткость Ну и пулич Голографический Новый Плюс 2 меткость Так себе Еще 2 повышения Соколик Максимальное звание Но фатик Из-за фатига 8 дней Двойной выстрел Плюс 6 Ему в конце Дали еще 6 меткостей Снайпер 105 точности Это у нас инженер Хорошо 84 элерия Сплавы Компьютер можно сразу Продать Источники энергии Уже денежка какая-то Появится Элерия почти 300 Господи Мне нужны больше Мне нужно больше Этих Запросов На элерии На хорошие вещи Ксеногенетика Наверное генные лабы Надо делать Ну вот и что мне делать Идти на экзальтовскую миссию Спасать оперативника 19 часов остается И либо Снова из фатега Вытаскивать людей На новые ранения Но это мне совсем не нравится Мне так по ранениям Вы видите Какая хрень идет Просто Но есть Но есть Типа перспективные Лемминги Вот 5 человек Усталость Можно их взять Но остальное Это Даже не Не Четвертый дивизион Может копнуть здесь Раз уж у нас Денежка появляется На будущее Нет По динамике исследований У нас все хорошо С вами Ну то есть Скорее мне ресурсов Не хватает Для того чтобы Я могу конечно Еще третью лабу Бахнуть И тогда на 30% Относительно базы У меня исследования Быстанутся Но Или спутник заказать Один точно заказан Только один Нужно как минимум Один А лучше два Да Еще место под генетику Нужно Копаем Заказываем Заказываем Вообще спутников Надо два Овай спасибо большое Подержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Все получилось Как во всех Современных Голливудских Фильмах Знойная Негритянка Последним Выстрелом Завершила Миссию Браво Чомандир Вы просто Верх Толерантности Я уверен Она была Лесбиянкой Так что Да Не я Попродаю Еще Второй спутник Возьму У нас тут Трупы Подкопились Немножечко Мастерские Нужны Вообще Да Ну пока Денег особо Нет Так Ну Я посмотрю К секретному Заданию Еще разок То есть смотрите Секретное Задание Это Два десятка Отборных Солдат Экзальта У них Лев Антивирус Расстроится Конечно Он перспективный Штурмаж Я боюсь Что и леммингами Я не справлюсь Ну просто Не справлюсь Друзья А мне Они не нужны Прилетя Одним Нубасом На Ивак Кстати Неплохая Тема Я правда Не знаю К чему Это приведет Но Надо Попробовать 683 Блин Вот этот Всем хорош Только С мобильностью Накалеченный Такой 413 Давай 413 Вот этого Возьмем Я уверен Что вы справитесь С этой Непростой Задачей Сталят пулемет Поехали Непростая задача Мне кажется Что я мог Леммингами Затащить Теми Которые Хотя Черт его знает В прошлый раз Я четырьмя Опытными Не справился С мастерами Не хватало На всякий случай Проверим За углом Там никого Все Это сейчас За передатчик Блин А для нормальной тимы Это вообще халява То есть Тут Вся точка Простреливаются С респа На респе Нормальные каверы Есть Насколько я помню Ну ладно Хул кавер Не Нормальных каверов Нет Только здесь Короче Пошли Данные Только убираем Забираем И эвакуируемся Ужасно Ужасно Хорошо Ужасно Хорошо Как ты Как ты Выигрываешь Эту миссию Провел Ужасно Хорошо Спасли Так Ну все Выиграли Немножко времени Сообщение Совета Сканирование НЛО Это проект Оооо Ксеногенетика Новые исследования Да Лаборатория генетики Можно строить Опа Слушайте А может Повскрываем По-быстрому Тут Кристаллитика Можно вскрыть Можно хитин сделать Хитин Броня хорошая Для штурмовиков До улучшенного Оружия Гаусса Этого Террора Давно не было Дамага Пока хватает А против крыс Вообще хорошо Будет заходить Мобильная Силовая Броня Лучше Или улучшенное Оружие Гаусс Не Ну давайте Лучше изучать Пришельцев Быстро Эффективно Попробуем Блин Тут негде Строить Ну тут Явно Спутниковый Модуль Надо бахать Итак Я тут Литийный Цех Построила Быкак Блин Как-то там Народ Будет возвращаться 1 2 4 3 4 2 Это лейминги Еще немножко Инжей за фрагменты Не сейчас Да Мастерскую Наделать Вскрыли Крисолида Да Вот он Хитин Хитиновая защита Легкая Нано-броне Которая сделана Из-за скелета Крисолида Обеспечивает Хорошую защиту Снижает урон От атак Ближнего боя Удушения То есть Для штурмашей Вообще Мастхэв Пси можно делать Быстрый проект Может Пси лабу Тогда Нет Понятно Что эффект От улучшенного Оружия Гаусса Учитывая Дробовики Снайперские винтовки И оружие Для кораблей Оно как бы Более очевидное Так же как и Бонусная броня Но учитывая То что проект 5 дней Это как бы Тоже инвестиционная Хрень То есть Построил И пошли учиться Вот один Я наактивировал Премиум Я думаю Надо сначала его Рада что вы Не забываете Научный отдел Шеф Я уже отправила Новичков в лабораторию Возвращаются Оперативники Этот поднялся Кстати 2.15.65 Его нужно делать На каком-нибудь Пулеметчик Плотного Более-менее Точного Защищенного То есть Не мобильный В меру Точный Плотный То есть На передовой Но этих Пулеметчиков Кажись У меня Не Всего трое Как раз Самое новое С Сапресс Плюс 4 меткости На старт Очень даже Ничего А в школе Офицеров Там как Катастрофически Деньги Не хватает Чаще Мне в минуса Загонят С этим С этим Негативом Две страны Выходят Из И забудет Еще Меньше денег Но я с этим Сделать На данный момент Ничего не могу Пулеметчик Возвращается В строй Капрала На лазерной винтовке Менять или не Менять С одной стороны Оперативники Очень нужны Это Три звания Вверх С другой стороны Три лазерной Винтовки Они Все еще У меня В запросах Хотя Чем дальше То менее Актуально Это Последние Лазерные Винтовки Понимаете Я не Сделаю Новое Оружие Нет Пока Отложу Сообщение Совета Все плохо Потеряно Два спутника Упущены Три корабля Минус 280 Минус 289 Странные Выходят Смотрите В этом месте Надо попытаться Запустить Запустить Три спутника В Россию Бразилию И Желательно Аргентину Все закрыть А у меня Три спутника И заказаны Хорошо Да То есть я Все остальное Закрываю Может Надо Странно Возвращать Я не знаю Нет Из минусов Мы можем Выбраться У нас Материалов Много Всяких Еще Ядер Брат Компьютеров Это такая Вещь Не знаю Может реально Сейчас Продаться Хорошенечко Купить Еще пару Автоматов Гаусса Тебе По крайней мере Нужно Продаться Под Под Грейт Оперативников Сейчас Что там НЛО Разбомбило Ой Может Сейчас Спутник Запустить На следующую Эту Чтобы Активности Не было Чтобы мы И знали Об активности По крайней мере Классно Вышел Из минуса Еле Еле Не Давай Немножко Трупики Потому что Что-то Их запрашивают Мало Сколько Стоит Генетика 200 Потом Еще туда Людей Отправлять Они там Мучиться Какое-то Время Будут Слушайте А может реально Потратить На капрал Потому что У меня Сейчас Уже Три Пушки Таких Одна Хэвика Снайпер С Лазерным Оружием Все равно Да Надо Лазерной Винтовки На капралом Да Надо Надо Да Надо Слушайте Скажите Своим Ребятам Что Куски Пришельцев Это Не Сувениры Их Нельзя Брать На Память Лаборатория Генетики А кстати Она может быть Тоже Стакается Слабо И дает 10% 18 дней Ой Оперативники Возвращаются Три Медика Готовы Кстати А как у вас Там по Назначению Как раз На медиках Надо проверить Да Роза Раз Выдаем Звание Капитаны Можем Нет Майоры Можем Да Бонусный Опыт Полковники Конечно же Нет Автомат Гаусса Будет готов Запросы Михайлов Возвращается Медиатор Возвращается Гаус Блин Ну короче Спутник я наверное В новую Отправлю Потому что Мне нужно Нужно контролить Последний регион Кто-то у нас Не откололся Аргентина Бразилия Южная Америка Нам нужна Россию Надо гасануть Чтобы и деньги Приносило И бонус 20% Ученых На покров Крисолидов Не буду Потому что У меня сейчас Крисолид вскроется Мне нужно будет Какое-то количество Крисолидов Я не знаю Какое На хитин Хитин один Нужно сделать Растакод Ой Бобер Инженер Мэллоис Все возвращаются На ученых Хорошо Вот сейчас Уже тематические Такие штуки Которые в том числе Снижают Напряжение Снимают Напряжение Блин Ребята Мы возвращаемся Кто там остался Трое Через часы Один через день Соколик вернется уже Ну и туда Есть 4 человека Мега раненых Ну да Не 4 А 6 Но в остальном Прекрасная маркиза Не то чтобы Все совсем хорошо Но Какое-то время Жить можно Во Псионик Пошли Псилаборатория Доступна Постройки Део Кибернетика Это Мэки Видимо Улучшенное оружие Гаусса Мобильный силовайз Вскрытие Берсерка Улучшенное оружие Гаусса Мир изменился Мы провели Фантастическую работу Мир изменился Мы смогли Адаптировать Разработки Врага К нашим технологиям Ну что мне Пси делать Или не делать Ооо Энергии Не хватает Все это оружие Мы же можем Использовать его Во благо Мы очень дорого Заплатили за Не нужно накопить На тепловой генератор Но мы сумеем Ими распорядиться Короче видимо Пси откладывается Просто Спутник Ну поехали Запуск спутника Что по бонусам Дополнительно Деньги При похищении Людей К миссиям Деньги Хорошо Бонусы Исследования От допроса Пришельцев Нет 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 Аргентина Поехали Отправляем туда Перехватчик Я не знаю Ну у меня Перехватчиков Не хватает Понятное дело Но я Хотя бы Два Переведу Сюда Два Два Ну Три 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 Два Не Три Два Три 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 Новобранца Сейчас еще Приджонится Производство Починили БМПшку Новобранца Есть Соколик Вернулся Мутоны На ученых Погодите А хитин Сколько там стоит Кажется Там три Или четыре ХП И Блин Хитин Защит Восемьдесят Три 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 Новобранца Соколик Ближнего Боя Одну Штуку Надо Брать Обязательно Это Один Из Самых Лучших Баф В общем Че-то Мне Не Нравится Денег Нет Россия Уже Богатство Наци Я Успею До Мне Смотри Фотос Я Попробую Разъяснить Тебе Как бы Ну Может быть Ты не очень хорошо В игре Разбираешься Дело в том Что у меня в этом месяце Три спутника Будет готовы Один Работает Через Четыре Дни А другой Через Десять Относительно Первого Четыре Но Все три Спутника Они будут Сделаны До конца Месяца Бонус По Деньгам Выдается Насколько я понимаю С одного Месяца На другое То есть Мне можно Отложить Запуск Спутника В Европу Потому что Все равно Деньги выплачивают Раз в месяц И запустить В тот регион Где я в принципе Могу В течение Этого Еще Идущего Месяца Посканить Активность НЛО Ну как бы Просто Обращаясь Я могу тебе Там Рассказать Как в Играем Ой Затроллил Ой Затроллил Ой Фото К слову Проходил Экском на С нормальными Галками Все нормально То есть Так Новобранцы Возомнился Эксперт Ну действительно А спутниковых Хватит Да конечно У меня один Остается же Спутниковый У меня 7 из 8 Сейчас Я же показывал 7 из 8 Вы не следите Вообще за игрой То есть Здесь я бонус Не буду получать Но Россию Успею закрыть Все Фото Сдумает Над тем Что сказать Это нормально Ничего страшного Так Новобранцы Есть нормальные Ну есть Плотные Достаточно Мобильные Нормально Маленький Высокоразведчик На дом Много красивых Красных стран Говорит А то есть С тем У меня Окей Хорошо Окей Так-то Да Это понятно Вижу противника Уходим отсюда Что-то Вообще Ну они Не сбиваются Лавины Маленький Исследованный Причем К бою Готов Видимо Не с ней Судьба А Показывается Повреждение Он пробит Немножко Давай Два раза Попасть Нужно Ну давай Попади Молодец Слава тебе Господи Полетели Еее Ой Ну тут Вообще Бобры Так Так Ладно Главное Не переборщить С проабощением На эту миссию Учитывая то Что да Новый месяц Да Новый тир Новые враги Но Посылать топов Всех не стоит Вот Поэтому Сейчас перепроверю Сапов наших На всякий случай Я проверял Вроде всех медиков Так То есть Скорее всего Нужно взять По крайней мере Одного снайпера У нас есть Два снайпа Я возьму Снайпера на прокачку Меллоис Потому что Соколик Он слишком хорош Для таких Для таких миссий Точно мы берем Медика Оптимиста Вопрос Ну в смысле Не обязательно Оптимиста Вопрос Какого медика Оптимист Конечно хорошо Но он тоже Не докачан Давайте его возьмем А у него Псисила Еще 100 из 100 Это что Это мана какая-то Плюс Он у нас Еще раз Оптимист Он еще Третьего звания Получается Да И у него есть Бонусы К Получению Экспы За убийство Можно взять Второго Снайпа Чисто На прокачку Тоже Бобра Да Давайте Так Правда У меня нет Второй лазерной Винтовки Или есть Есть кажется Вторая лазерная Винтовка Дмитрий Михайлов Скорее всего Отдыхает Берем Перспективную Пехотинцу На прокачку Ну как Перспективную Там уже тоже И перезарядка И все Так Есть Инж С званием Берем Инжа Не Погоди Ты Ты что-то уже взял Четырех плотных бобров Может быть Сейчас уже Начать подумать Над прокачкой Пока Запасы Есть Медика Только Не надо Брать Пуличи Но Пуличи Хорошо Вот этих Вот Леммингов Надо еще Вот Очень Товарищ Перспективный 41 Из 100 А Это Мораль Видимо Да Чуть Чуть Ему Далов Лап Не хватило Вот Наиболее Точно Из Оставшихся Бас 65 3 Блин Или все-таки Второй состав Качать Из Текущих Ну Вот Эту Пехотинцу Возьму Так Давай Сначала Сначала Апнем Этого Нубасом А вот Кто Это Снайпер Или Ганер Перспективный Этих Этих Ум Неприличным Он По хп И По мобильности Больше Все-таки К Пехотинцу Точность Плюс 4 А Ему Хотел Доволап Просто Больше Одного Звания Никак Зараз Понял Да Точно Понял Понял Поэтому Не особо Сложные Миссии Нужно Как раз Мелких Брать Что даже Если они Пройдут Им дадут Вагон Экспы Они все равно Не впитают Это все Ладно Поехали Друзья Пока Снимаем Предметы Экипируем Пацанов Да Две Снайперские Винтовки Это хорошо И двое Сош Как раз По двух Снайпов 88 Пока Не такая Высокая Точность Возьму Ему Прицел Медик Всегда Бронекостюм А вот Вопрос По пушке Скорее всего Я ему Дам Автомат Гаус Потому что Сделал Третий И у него Приспособление Съезд Медику Можно К аптечкам Я бы имплант Респиратор давал И бонус На ХП И его Точно Не Ушатают Хотя Медик Не всегда Находится Впереди На такой Вот В Респиратор Можно Дать Пулич Например Бронекостюм Надо Посмотреть Чего Мне Точно Чего Не хватит Сейчас Сейчас Как раз Посмотрим Еще Сошки И еще Прицел У этого Вообще Проблема С Точностью Хотя Блин Может быть Этому Товарищу Вместо Вместо Прицела Дать Бонусный Урон Ну Сто Меткости Как бы Он Поточнее Предыдущего Так Пехотинец Пехотинец Бронекостюм Пехотинец Гауссом Пехотинец Точно Прицел Вот Вместо Второго Надо Думать Не Наверное Оставлю Базовый Прицел Перезарядка У него Нужна Крита Ему Особо Не Нужна Пусть Будет Базовый Прицел Да Не Хватает Точности Это Не Такие Клевые Пехотинцы Пулич Тяжелый Пулемет Бронебойные 80 Меткости Он Уже Палач Респиратор Тоже Можно Взять Потому Что Он Как Раз Вот Такой Всегда На Передовой Новичок А Винтовки Лазерные Продал У меня Есть Еще Некоторое Количество Винтовок У него Хорошая Меткость Мы Ему Даем Прицел Мы Ему Пока Что Даем Все Таки Гауссом 76 И Даем Соответственно Лазерный Прицел Еще 80 Плюс 8 Такое Блин Такое Такое Себе Ладно Ставим И есть место Вакантное Для лемминга Это будет Что-то Вроде Кто У меня Остается Все Основные Остаются Плюс Топовый Снайпер Все Молодцы Медик Дополнительный Ок Еще Медика Можно Качнуть Этого Да Наверное Медика Надо Качнуть Последняя Бронька Последний Лазерный Пистолет Пулемет Соответственно На Страховку У нас Идет Аптека Жанет Могу Гранату Берем Ну ладно У нас У нас Разведчик Есть Разведчика Нет Разведчика Судя по всему И не будет Если я только Базовую Не беру Потому что Второй разведчик У нас Сдох А Еще один разведчик У нас Ранен Один день Правда В принципе Мы можем Можем сейфово Сыграть Ходи подождите Это была мелкая Но Чего я начинаю Ну без разведки Ну Сканер возьми Тогда Парочку Будьте Какая-никакая Разведка Да Только ты не можешь Сканер Блять Не разведчиками А так Все правильно Продумал Блин Кто вперед Бежать-то будет Ёпы Сетем Наверное Этот медик Я ему дам Даже Нога С фалангой Общий класс Не Я короче Медику Тогда Дам Нормальную Бронь Этому Этому У него Приемлемая Поэтому Верну Фалангу Так, а право в запасе купленный? Точно, я же могу... Я могу взять купленного человека 15 у него скорость Ох, это как раз подразведчика Точно Вау 16 Меточка 68 меткость, но это забей Это не важно Ну, далее сейчас еще плюс 6 Ладно, важно Да, точно, вот, вот И тогда получается, что у тебя Внезапно появляются сканы Внезапно появится сейчас Маневренность Нет, броня У тебя тоже, конечно, появится Все, разведчик Он без инвиза, но, по крайней мере, он бегает хорошо Все Ты не метку взял? А, я слюбу по этим Кайф Торопился Нельзя торопиться Вы-ка с чем Готовимся к выжиму Не может аукнуться Франция ждет нашей помощи Это срочно Так, маленькое НЛО В прошлый раз, сегодня, когда были ла маленькое НЛО Было у нас 9 человек Кажется Нет, 10 человек было 10 человек 4-4 Или 4-5 И один там внутри Штаб, ответьте Рейнджер достиг внешнего контура Приближаюсь к точке Штурмовой отряд ждет приказаний Подтверждаю, рейнджер Штурм 1 На месте крушения Ведите огонь по готовности По готовности Я не знал просто, как вести огонь Теперь буду знать Окей Здесь, похоже, что свободная зона Мне бы сюда сдвинуться Первый скан пошел Да, это МЛ Ну вот, сдвигаемся влево Видимо Тут и вверх у нас снайпер будут работать Раз, бобер снайпер Второго снайпа Также мы заводим сюда Ну, они тут достаточно высоко И по большинству целей должны работать нормально Ой Не знаю, может быть и рановато так близко подходить Куда мне торопиться? За Мэлдом, что ли? Выполняю Так Поняла вас Так Слушаюсь Так Так Уже лечу В укрытии Слушаю Молчат Сингмены Ой, сектоиды Блин, сектоиды, конечно же Отходим разведчикам Может за Мэлдом сбегать? Но мне все равно туда Подводим пацанов Хорошо Ага, сектоиды Справа Что, может закинем? Давай так Не Блин, так не хочется за Мэлдом Лезть, вы бы знали Последний скан не хочется выдавать Вроде робот Роботы не топают Ладно, побежали За Мэлдом Следующий ход Будем работать Надеюсь Успеем Безнилиза, конечно, совсем не то Так Там кто-то есть А, там еще Мэлд А, ну один Собственно Просто синхрон Собираем раз Возвращаемся Два Надо эту миссию Ровненько Ровненько Хорошо пройти Могу заметить Так, наверное Надо Чуть ближе Чтобы передислоцироваться Я понимаю, что тут Есть проблемы Как с Виженом Так и с Укрытиями А, даже так Выходит Спалили Вижу минимум Трех сектоидов Так, один уже получил Жбан Четыре сектоида Пять сектоидов И такое мясо И даже как-то жалко Если честно Снайп еще тут один Стреляет по бедолаге Который не может понять Откуда вообще звук Соответственно Здесь мы отходим Здесь бы я тоже Отступил немного Но отступать Отступать некуда Плюс еще Ну там не будет Вижу Разряжаемся Сейчас побегут Наполучают Это ж нормально Опять детсад Спылил Говорит Крисолид Мамки привет Передавай Крисолид Как там она проживает Кстати здесь будут же Мамки Крисолидов Да Летуны Если вдруг Вы пропустили Второй пак Летунов Минусуем Еще один Слияние разумов Слияние кстати Сейчас бафает Уже на 3 На 4 90 90 70 крит На Просто Там мелькнуло что-то Сразу Хэдшот Красиво Они дрогнули У нас снайпы не работают С этой позицией Что ты работаешь Молодец Молодец Ну это Если надо Мы же не обозвали Этого перспективного Да Это Это потенциально Новый человек У меня есть Кажется Еще Зарезервированные Имена Пиро 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 Последний Прицеливаемся Перезаряжаемся Прицеливаемся 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 Выходит Еще один 52 Пулеметчик Но тут Как бы Не факт Ну я подошел Конечно Но не буду Там Плетоны еще А этот Все равно К нам идет Ну пусть идет Не хочет идти Гад Ладно Поехали Разведчиком Дальше Вот этого Я не должен Делать Сейчас Ну не должен Что мало того Сейчас тебя с фланга Могут обойти Ну вот он Выходит Из темноты Синемены Дальше У меня сейчас Снайперы перестают Работать Потому что им Перегораживает Путь Надо их переместить Да даже влево Будет хорошо Чтобы они По крайней мере Простреливали Вот эту вот Длину А ты не уверен Что здесь никого нет Михаил Не уверен Значит Недалеко Просто Поехали И надо Подтягиваться Друзья По крайней мере Теми Кто может Сражаться Нормально Сейчас уже Опять ошибаюсь Немножко Но не пулю Все таки Никого Вдруг Это Десятишки Сектоидов И ты Мой Плетели В лагерь На лето Попутно Уничтожая Землян Да Сборил сразу Ну это Под снайпов Кстати Вижу Сектоида Обоих Вижу Снайпер Видит Одного Второй Снайпер Видит Второго Это Очень Хорошо Сто Процентов Крит Шатаем Этого Изи Кого Там Нужно Качать Вообще Всех Бобра Пусть Бобер Получит Экспорт Снайпер Окей Подходим Поехали Тут попасть Нет Серьезной Проблемы Оставшимися Конечно же Я рассчитывал На то Что бобер Как бы Поросторопный Будет Не трогай Маленького Это он тебе Уже в голову Внедрился И всякую Хрень Тебе Рассказывает Голова Прищучила Скалирую Монитор Палач Хорошо Отрабатываю Летоны Выходят О Пикселос Привет Шкир летунам Сейчас запишу Твой никнейм Пикселос Пикселос Так Траих Видим Два Их Видим Вот Тут Какой-то Особый Летон И для него Нужен особый Особый Крит Раз Ну когда-то Только одна цель Выбора особо нет Для снайпов Потому что Поэтому именно С них и начинаем Метки ставить не надо Поэтому Как бы Последовательность Тут Надо без Двойного Выстрела Значит Мы Право Должны Сопрессить Получается Сюда Боя Подошел Блин Тут бы Я тоже Подошел Блин Ну угол-то Есть Потенциально Так он Нехороший Угол Есть 45-61 Не нравится Мне Это Давай Это сюда Я уже Я думаю Что мне нужно Вот Не Надо Полностью Вот так Вот Отойти Попробовать Отстрелить Вопрос Кого А я не могу Право Теперь Сопросить Плохо Ладно Убиваем Убиваем И 100% Ховер О Блай Привет Блай Блай Еее Самое Топ Чемпион Европы У нас По Старкрафту Так Ну что Метку ставим Пробуем Этого Шатнуть Но Один Лекон Минимум Будет Стрелять А Метку Поставил Отлично Классно Метку Поставил Прям Топовую Метку Поставил Молодец Все Остается Один Есть Овер Есть Приспособленцы Плюс Нет Фланга У него Поэтому Я не думаю Что Здесь Будет Какой Криминал Нам Нужно Просто Подойти Увидеть Его Ага Он Пошел Правее Поверим Тогда Винцы Подходим Чуть Ближе Чтоб У нас Было Больше Возможности На На То Чтобы Его Словить До Того Момента Тут Ханкер Привлекаем Внимание Тут Овер Тут Овер Он Должен Двигаться Сюда Ловит Несколько Овер Уже Ранен Минус Изи Блин Но я Уже Думаю О том Что я Слишком Много Народу Взял На Эту Миссию Да Я там Взял Двух Или Трех Не Ну я Топовых Вообще Не взял Дмитрий Михайлов Выбрал Два Левелапа Где вы Набираете Бойцов Самый Лучший Мэл Лоис Это тебе Плюс 5 Точности Мэл Лоис Ганер 76 78 Так себе Но в принципе Элерис Плавы Источники Деньги Мы получили С вами Блин Деньги то есть Ну как Это так Ненадолго 30 Баксов Борт Компьютер Продаем Короче Спутник Спутник На корабли Даже близко Нет Через 10 дней Улучшенное оружие Гаусса К этому моменту У нас должно быть Что-то По оперативникам Есть Бобры Дмитрий Михайлов Топовый Пехотенец Топовый Фенрир Топовый Снайпер Ну вот это Максимальное Звание Уже У товарищи 121 С Богом Инжи За фрагменты Нет И спутник Выходит Большой Не скретит Ооо Обнаружен Объект Я знаю Еще не людей Бонус нам дает Еее Так Франция Это бабло Это 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 4 пака Где-то Ой Не перестараться бы Там Фатик Скором Поранением Все еще Две недели Мы тут Куковать будем Ну тут да Тут все-таки Мил Подчеркивание Лаис Поддержал Ваш канал Насталь Еее Спасибо Меньше Чем Три Я лучше Сердечко Сердечко В чат Хорош Меньше Чем Три Я точно Возьму Одного Медика А то и два На прокачку Возьму Инжа Просто потому что Бонус на Экспа 25% И в принципе Вот этих вот Пятерых Человек Должно хватить Остальные Три слота Нужно занимать Теми Кого нужно качать Мы выбрали Частично Людей в прошлом Миссии Поэтому Ну басов Тут мало Льва Спасли И учитывая Что есть штурмаж Может его качнем Ну чтобы он По крайней мере С мастером Ближнего боя Стал На террор Пригодится Куличи Можно взять Но менее Расторопного Когда у нас Миссия По экзальту А Скан экзальта Только Окей То есть У нас есть У нас Хороший бойцы Будет Конечно Сейчас Надо Прямо Кого Третий Инж Третий Инж Возможно Медленный Хотя Пистолет Пулемет Берешь И все Качаем Унжает Вам Качаем Штурмовика Мне кажется Надо убирать Еще одного Лемминга В смысле Одного Опытного И докидывать Лемминга Анатолий поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Доброго вечера Добрый вечер Анатолий Не хочу В оперативнике Лучше буду Инженером на базе Ты ее уже Да А ты в курсе Что за каждой Избитой НЛ растет Меткость Истребителей И звание Если ты их Переименуешь Ту Эти поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Чамандер Помнишь Самуэля С турнира Пуп Он же Топовый Разведчик Мастер Инвиза Возьми его В команду За заслуги В турнире Не знаю Не знаю Пока нет Пока нет Так давайте посмотрим 4 снайпа 4 пулеметчика 4 саппорта 3 инженера 4 этих 6 пехотинцев Разведчика нужен Еще один Блин Ну я же брал Разведчика Да Нужен разведчик Еще И еще один Разведчик У меня там написано Инженер А я сделал Уже инжа Ну этот будет Разведчик Так Ну мы его сейчас будем Давайте Блай Будет разведывать Блайчик Итак У нас с вами Ой Ой Блай пошел В разведчике Видели Как со сканом Они Сейфовую игру Делают Просто ты Пулишь Сразу И Так И я еще Одного Вроде брал Да Нулевого Нет Остальные Все Пулеметчик Нубас Ну вот Тоже Нубасов Надо качать Не совсем же Нулевых Мне же нужны И те роли Которые Так Начнем С фенрира Фенрир Ориентировочно Так Ориентировочно Так 25 Мобильность У него Ой Скан Я бы ему Респиратор Дал Если честно Чтобы вот Как раз Не потерять Его и не сломать Соколик Ну Соколик Вообще Красавчик Тоже броня Снайперская винтовка Пока лазерная Но делается Сошки Меткость Но берем Не только для меткости Но ради меткости Плюс крита И берем ему Конечно же Бонусный урон То есть ему Прицел не нужен У него меткость 117 А можно 2 Нет 2 нельзя Хорошо Соколик С двумя выстрелами С двумя Карл Должен раздавать Медик Медик Пока панцерка Винтовка Меткость Неплохая у нее Но пока берем Карабин Потому что у нас Пехоты вроде там Впереди еще Много Но для меткости Пока дадим 84 Маловато 92 Инж Конечно же Броня Пистолет Пулемет Метом Туманные берега Ему дым нужно взять Безусловно И наверное Даже для Простоты Фугас Ну чтобы Кавер сносить Штурмаш Штурмаш Нубас На прокачку Пока бронекостюм Пока Веерный лазер Дым лесом Имплант И керамика Дмитрий Михайлов Мое уважение Бронекостюм Автомат Гаусс Прицел И боеприпасы У него правда Меткость всего 100 Получается Но В большинстве случаев Это хватает Еще один Инж Бронекостюм А это Новый Инж Давайте я ему Лучше так Так Какой-то Не очень Страховочная Аптечка Медик Есть Я наверное Медику Уберу Хотя Он не будет Попадать Если я ему Гаусс Искрую Что-то Вообще Разведчику Марксманскую Ок Скан Ок Бронекостюм Такое Марксманский Прицел Проблизительно Короче Два Разведчика Где-то 3-4 Скана Получается Инженер Меткий Может ему Все-таки Ну Тогда Мобильность И теряет Зачем тут Топовый Развед Инвиз У этого Инвиза Нет Топовый Развед На миссии Где 4 Пака Полных Участок Дороги Коридор С множеством Машин Он Не сильно Упростит Конечно Жизнь Но он Сильно Не прокачается Это правда Может взять Ну вас Разведчика Просто Компенсировать Это этими Сканами Да Давай Так Не хочу Максимально Выбирать Может я Пожалею Об этом Да Это мост А что плохого В мосту В мосте Нет Давайте Учитывать Перебор По сканерам А Ты же Не можешь 76 Да Давай Так Пуличи Может Качнуть Так Пуличи У меня Есть Вроде Один А Нет Пуличи Нет Блин Но Я уже Собрал Народ Нет Поехали Летим 216 Баксов Не лишний Да Здесь снайпера И разведчики Должны работать Очень прекрасно Единственная проблема В том что Враги Очень близко Сам тип миссии Такой что Плотность Очень высокая Два пака В пределах Одного хода У меня в прошлый раз Находились Мне это плохо Штурм 1 Просит разрешения На высадку Вас понял Рейнджер Штурм 1 Начинайте Атаку противника Не подставляйтесь Сразу Надо кидать Ну вот они Уже здесь будут Кажется О Ёпперес Это сразу Миктоит Все назад Короче Я даже здесь Их с пулям Двигаюсь на позицию Все назад Причем я наверное В левую иду Снайпами И прочими Что укрытия Не хватит В любом случае Главное Следующий ход У нас будет Возможность Пару раз Соколиком И всем же Самым Блин Штурмаж Штурмаж Конечно Ощах Не могу Спулить уже Гэмбэй Гэмбэл Раз Он же не успеет Аблай Все равно Не достает Может реально Сектоидик И тогда Живо точно будет Давайте Сектоидом А здесь Разведчик Назад Убрать Просто А пацанами На овере Принять его Еще уходит Ой я бы сейчас Пулил Если бы разведчик Не убрал Это уходит Не знает Где вообще Экшен Улучшенное наведение А там еще один Ой вот это Сейчас будет его бафать Его надо Ушатывать Но я не могу Это сделать Потому что У меня уже Скан не достает Кидать еще один Скан А вот фиг знает Сюда подойду Это будет Пул Тут в принципе Везде Пул Можно Подождать Двойной выстрел У нас в КД С КД или нет Перезарядка Один хода Можем Ходик Подождать На самом деле Исключительно Ради Снайпа Вместе Назад Так Очень мало Сканов Сканов Представляете Я подошел И сразу Спалил Два пака Я похренел Там Милишный Мутон Кажется Еще Блин Вот Нинвизный Мне бы сейчас Очень помог Конечно Товарищ Но Естественно Крисолит Давай Еще Две Две Клетки Подойдем О, если Кто Это уже Здесь Все Отступаем Тут потенциальные Фланги Самое главное Что меня Спалили Уже То есть Мне нужно Отступать Блин Да Надо Отступать Причем Этими Тоже Отступать Этим Товарищем Отступать Я не хотел Соколиком Сейчас Стрелять Потому что Я Страгерил Двойной Выстрел Сейчас Минимум Два Человека Должны Выходить От меня Как раз Вопрос Доставки Не достану Мне не Выходит Че Не Выходит Я Пошел Мы Его Не Видим Еще Блин Вот без Разведки Конечно Аховая Ситуация Давай так Мне хотя бы Один паку Шатает До того Как Я спулю Второй Выходит Сектоид Сразу Фланг Плохой Знак Минус Сектоид Это хорошо Конечно Но если Этот Идет То И тот Должен Идти По идее КиберТМТ Привет Записываем КиберТМТ Готов Заступить В ряды Пехотинцев И тащить Вместо Дмитрием Михайловым Берсерк Не пройдет Меха бы Если тебе сделать Конечно Я наверное Все таки Потрачу Еще один Скан Увы Потому что Мехтоид С мутонами Мне очень Очень мешает Вон он стоит Видите Просто может выйти В любой момент Пострелять Мне Мне надо его Прям точно Точно Ушатывать Как раз Двойной выстрел Соколика Раз Корид И вторым Выстрелом Мы добиваем его Все нормально Сделано Ну или Если не добиваем То ничего страшного Ой Корид сработал Молодец Все Просто вот Этот товарищ Он реально Злой Он Точнее Он работает На дистанции У него кажется Обилка Двойной выстрел Есть Улучшенный Овервотч Соответственно Космическое Количество ХП Особенно Если Сектоиды Есть То есть Ну Так Нет Ждем Двойного Выстрела Сейчас Просто От Соколика Танцую Не Жалею Что Взял Сокола На эту Миссию И Жалею Что Не Взял Разведчика Ну Хотя Эти Про Мне От Разведчика Нужен Инвиз Все Мне По сути Нужно Действительно Качать Разведчиков Так Можем Чуть Чуть Ближе Подойти По крайней мере Теми Кто Флангуется И Это Принято Так Давай Перезарядись Спешу Не Торопимся Как Бы Еще Дюжина Врагов Перейти Где-то Тут Хорошее Место Фул Кавер Давай Попробуем Минус В том Что Штурмует Человек Который Вообще Не Должен Штурмовать Двигаюсь На Позицию Это Человек Звонит Подчеркивание Дай Поддержал Ваш канал На 500 рублей Собчает Чем Адя Позвольте Записать Солемингом Кода Дэй Потому что У меня уже Три человека Очередь Ну Пикселос Сайбер И Кода Дэй Кода Дэй Кода Дэй Укрытия маловато Нормально Что Мутон Только Полу Укрытия Ладно Давай сюда Давай сюда Учитывая то Что пак Выходил К машине Я полагаю Что со временем Он собственно Вылет на эту точку Поэтому Форсировать Вообще Незачем Тем более Что у нас Есть возможность Как вы видите Так была И разведчик Есть молниеносный В принципе Его можно Как раз На разведку Но По хорошему С прицелом Должен находиться Подальше Человек Давай Дмитрий Михайлов И тогда Нет Не Дмитрия Иду Хотелось бы Дмитрия Но не будем Дмитрия Ясно Давай штурмашин Светить Ясно Хорошо Уже иду Я что-то неплохое Вот это вот Машинка Я имею внимание Я кажется Тут еще Да Тут же Тут же Разведчик Вот-вот Кого надо Отправлять Блин Там же Человек У которого Мобильность Превосходная А то я подхожу Там по По 7-8 клеток Калеками Какими-то Слышали что-нибудь Где тьмутоны ходят Достали уже Рычать К сожалению Для снайпера Вот это вот Центральный Двуклеточный Большой грузовик О Скулили Два летуна Минимум И один мутон И снайп не работает Да Не работает он По какой причине Блин Так не хочется На оверы Но хочется Пострелять То есть я хочу Подойти Вот так вот Ненадолго Просто чтобы Снайпа Появилась Возможно цель Да Есть цель Сколько у него там ХП не хватает Да С критом Давай А двойной Можно было крит Не тратить Забыл Ну здесь надо Всех отводить Ну точнее Те кто видит Отводить То есть Уводить сюда Штурм Нет не сюда Вот сюда Штурмовика Отводить Даже наверное Вот так И Просто Просто пытаться Поймать на овере Мутона Я бы еще Конечно Гренадеры сюда Расчет на овервоч Дмитрия Михайлова Ой Как слабо Вот он влево Риск ушел Он флангует А как он успел Или это другой мутон Там Сейчас фланг будет Нет Это один мутон Да Это тот же мутон Он просто рывок Сделал И хотел обмануть Меня Вот сучок Так что у нас Метка есть Да Метка есть Надо убивать Метим Метим Не фак, что получится Конечно Что крита нет По мутону Конечно мы Сляим очень хорошо Соколиком Десять просто А, двойной еще Перезарядка Один ход Я же столько Что двойной делал Чувствуете халяву Ну Пахнет в воздухе Халявкой А был бы Инвизный снайп Они там вообще Унижали Из пулиных Никого не осталось Шесть человек Убили Рычат мутоном Соколик Перезаряжается Да, и под двойной Выстрел Как раз Самая тема Это вот Перезарядочка Та самая Ну На На плюс один ход На плюс один выстрел И на пол хода Перезарядка Вместо Целого Слева мутона Я потихонечку Отхожу Мне что хотелось бы Тут Наверное Передислоцироваться Еще Чтобы освободить Место Двигаемся дальше Попробуем Да Мутон Литон Overwatch Ну Для снайпа Это открытые люди Причем Все трое Давай Смутон Начнем Не крит Потом Политон Ну Чисто Овер убрать Чтобы Не рандомить Overwatch Тут еще Пара флангов Но Возможно Стрелять Нет К сожалению Подведем Так Я бы Дмитрия Михайлова Сюда подвел У него было бы Побольше возможностей Для пострелушек А этим Надо уйти Причем Уйти Ошибку Сейчас совершен Все Действуем дальше Он подходит Вот эта вот Ошибка Потенциальный фланг Но там есть Overwatch Поэтому Должен избивать Причем Это на рывке Было Я не знаю Как там Мутон Подходил То есть Он мог Да Он справа По левому краю Ну я Нет Если я сделаю Ханкер То меня могут Того Это полуукрытие Не Ханкер надежный Нет Ханкер не надежный Нет Так нельзя Ханкер надежный Может прилететь Не прилетело Хорошо Прям куда-то Отступил Куда же ты А Направо ушел Близко Он прям Я его не вижу Из-за ханкера Так он здесь Два хода Видимо По сейфовому Нужно просто Снайпера перевести Направо И все Он в прятки играет Смотрите Кто с этой стороны То стоит Блин Да ты достал От мутона И он с этой стороны Выходит Да гад Не Я его с этой стороны Не вижу Дай догадаясь Где ты Ой Нет Вы здесь Блин Да что же делать Снайп нам позиции Ну ладно Давай поехали Раз Я бы дым закинул На всякий случай А то как-то Стрёмно Уже Плакса Разведчик Слева мы его Законтролим Справа Снайпером Как бы тоже Пора заканчивать Помочь Понти Пройти первую миссию В XCOM 2 Слушайте Я тут бессилен Ааа Я помню Так а что На каком уровне Сложность Она ее пытается Пройти Короче Мутон Непонятно чем Занят Лично нужно На следующий ход Заходить Он скорее всего К паку убежал Как же долго Я этого мутона Мурыжу Ладно давай Агрим Видим Снайп к сожалению Не достает Но Отсюда должен Отсюда также должны Отсюда возможно Достаем 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 Ну Ставь меточку В общем У тебя нет Меточки Разведчик должен Меточка ставить Поехали 66 Раз Что ты рычишь Без паники 57 Блайчик Стреляет Попадает Убивает Изи Ну еще да Еще есть один Пак Это было Ожидаемо Вполне Я снипав Все таки подведу Потому что Ну проще В том плане Что Относительно Чем ближе Вот к этой точке Которая перекрывает Тем меньше Она перекрывает Так скажем Вас понял Держу Сектор Я лезь Внимание Члерич активировал Премиум О Джек Лерик Спасибо тебе За активацию Я должен Наверное Самое главное Поставить Дмитрия Михайлова На позицию Вот на этом Отсюда Уже можно работать Плюс Полное укрытие Ну Правда По одной стороне Ты можешь работать Здесь как бы У нас Снайперы есть Наверное Даже вот так Презаряжаемся Готовимся Снайпера конечно С кошкой Можно вообще На этот Поставить Но я опасаюсь Что О Выходит уже Да Сикеры Окей Сикеры Не страшно Самые Самые Не страшные Наверное И по хп И по Ой там Какой-то Особый Сикер Удушение Скрытность Голографическая Летающая Я не знаю Что он умеет Я такого не встречал Еще Гренко может быть Но вряд ли Поставлю кометку На него На этого упыря 82 Понятно У него какой-то Уворот Дикий Точно Овер Точно Назад 53 42 Не Давай-ка Лучше Попробуем Все-таки Гранаточку Закинуть Больше Урона Нанесет Просто Таким Образом Ну так Нужны Уже Гранаты Пришельцев Бом-бом И снайп Конечно же Неработающий Есть Ран-н-ганер Ну я боюсь Всюду подходить Потому что просто Да, не дойдут Скорее всего Дойдут Блин Дым на двух передних Что их флангует Там Дмитрий Михайлов Конечно может Полетели 75 Мы намазали Четыре раза 70 плюс Хорошо Попал И давай Дим Ладно Хотя бы Одного Плотного Убил Это конечно Ранит Промах Взрыв Да Окей Лучше Конечно Его штурмовиком Добить Потому что Тут С точностью Колоссальные Проблемы В дыму Должны быть По идее А у него Проблем нет Изи Один Человек Все Возвращаемся Конечно Ну Много Топовых Взяли Блай апнулся Лев Интивирус Апнулся Добыча состава Чрезвычайно важна Для наших научных целей Блай у нас С меткой Разведчик И И Инжа Прокачали Такое Лерис Плава Денег дали Конечно 216 Из минуса Почти Выбрались Но По оперативникам Стало Пореже Конечно Из-за того Что Два коллектива У меня Фатиги Два коллектива Фатиги Два коллектива Лучше на оружие Гаусса 9 Вот Деньги нужны Под него Есть Есть Блин Сразу Деньги нужны Под него И сразу 180 бабла Да За сплавы Но ок Это прям Ее Вот таких бы приказов На Илери Бери бы еще Ой Цены бы не было В литеечке Можно Пооблизываться Посмотреть Что можно взять Да Боеприпасы Конечно Сейчас прям беру Мы можем модернизировать Пушку феникса Лучше на гауш Пушку Вознание защитной Величиной Нанесимой пушкой Урон А может взять Вот это И скипнуть И не делать Оружие Для кораблей А Стоп Феникс Они Это феникс То есть Мне нужно еще Для этого Феникс Сделать Гаусс Пушка Значительно увеличит Носимое повреждение Более чем В три раза Увеличить Ее пробиваемость Брони Деньги в генетику Деньги в генетику Особо Ну там Типа там 80 баксов 120 баксов А тут можно Как в первом Экскоме На продажу Изготавливать Нет Специально Изготавливать Нерационально Получается Ну то есть Ты можешь конечно Старые вещи Типа Этих Винтовок Сбагрить И получить Какой-то Профит Но Специальным Производства Тут нет Такого Ох Семь стран Минус Ну Россию Накрываем И накрываем Еще Все Просто Россию И у нас Блин Вот не знаю Делать лететь Или не делать Ну мне сейчас Начинает Просто унижать Уже На ложке Я чувствую Что без 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 серии Дорогих Улучшений Типа Которые Значительно Снизят Шансы Попасть По нашим Перехватчикам Например Из По оружения Боевые Пси Системы Лучше На методы Сбора Чем раньше Тем лучше Но все Это деньги Тепловой Генератор Ты уже Сделал Не Я его Не планировал Сделать Ну потому Что Я не хочу Сейчас Сделать Пси Мне на Лаборатории Генетики Будет Хватать Ну и Там Там же Нужно Бойцов Отправлять И деньги Тратить А у меня Не бойцов И денег Впритык Поэтому надо На чем-то Одном На мой взгляд Пока что Остановиться Может Изоляторы Допроса Выйти Да можно Изолятор Вроде как Недорогой С одной стороны Но он требует 10 энергии Опять же Ну можно Покопать Это точно 40 баксов Потому что Возможно Пригодится У меня там Есть возможность Сделать пушку Дугомет Или Или эту Винтовочку Которая Нокает Видимо Сейчас нужно Дожидаться Исследования Лучше На оружие Гаусса Смотреть Что у нас Там По стоимости Апать Снайперов Ну я бы Все таки В литейном Выбрал Какой Нить Какой Нить Проект У нас В ангаре Всегда Корабли Да Видите Беда Какая Да Давайте Сделаем Чтобы Сложнее Было Попасть Противодействие НЛО Или Рисплавы Искатели Фрагменты Борткомпьютера Принцип работы Контрмеры Значительно Снизит шанс Попасть По нашим Перехватчикам Поехали 14 дней Работы Начнутся Немедленно Как только У нас Что-нибудь Поехали Спутник Выходит На орбиту Над Бразилией Активность Инжи На обломке Дронов Я не знаю Зачем мне Инжи Без мастерской Там толку Нет вообще Никакого Уже Ученые Пожалуй Да Небольшое Количество Но Еще Выполнение Бобера Возвращается В строю Оперативник Надохляков Да Возьму Возьму Нового Оперативника Nothing Man Капрал Хорошо Ну сразу Три звания Что за Оперативник Неплохо 69 базовая точность 14 маневренность Меткий глаз У него прозвище Блин Но Пехотинцы Седьмого делать Это конечно Не очень Снайпа Можно Или в коей-то веке Может сделать Рокетмена И проверить Этот глаз С ножами В литейке Литейке Быстрее Я понял Ну их Как бы и так Пол сотни Не знаю Можно конечно Мутонов Слишком Много Хотят Нет Ладно Давай Нигерия Нет Россия Там Гоурокет Говорят Давайте Гоурокет Должили уже Ракетчика Делаем Там Фотос Хотел Четыре Меткости Ладно Изучаем Бонусный Урон Кумулятивные Ракеты Мы там А техника Как раз Это Вот А Это Только Ты Нам Носишь Бонусный Урон А Это Как бы Всем Будет Меньше Но Универсальнее Окей Давайте Так 78 Меткость Нифигасима Посмотри На него Так Хитиновая Защита Сегодня Утром Прибыли Новые Инженеры Не знаю Тут Мы в любом Случа Ждем Ждем Когда Исследование Завершится В 4 дня Спутник Два спутника Синхронно И экзальт Ой Все вернулись Там Завершена Постройка Сооружений Ну фиг знает Ну то есть Да по логике Если мы хотим Что-то еще строить Нужно бахать Генератор За 350 Вот сюда Но Я пока не хочу Ничего строить По крайней мере Пока не изучу Что в лаборатории генетики И почем Спутники вылетают Синхронно И я запускаю Спутник Вот сюда Вот в Россию Матушку 20% И сколько у нас Минус 60 На вообще не платят Один спутник В сейве Типа Есть Корабли Вы мои корабли Лавина Лавина Лазерная пушка Оснащение Лавина Давай сюда Оснащение Лазерная пушка Сейчас сканим Экзальт Ну это резервный спутник Как только прикажете Мы их выпустим НЖ За наносплавы Вот накануне Лабы Я что-то не хочу Это делать Потому что Как раз Нам нужно на Ну что Секретная операция Сканируем Да Три базы В Великобритании Надо Потому что Здесь вообще Плевать Скоретная операция Так База Экзальт Находится Не в Канаде Не в Китае Не в России Не во Франции Маловато информации Скоретная операция У нас там должны быть Штурмовики Боевые Я надеюсь Есть один Лев Антивирус Ну ладно Давай 14 Имплант Респиратор Вообще Не хочется Брать Керамическую Защиту Тоже Наверное Лесом Все На мобильность Все На мобильность Вообще Хитин Можно ему Бахнуть Минус 2 Мобильность 17 Мобильность Хитин Реально может помочь Там правда Мели нет Совсем Хитин нужен Для Против Крыс Тех же самых Против Этих Керамику Поставлю И буду Таков Пистоль Возьму Может помочь Отправляем Агент Секретный Агент Направлен Для уничтожения Группы Экзальт В Великобритании Михайлов Возвращается Улучшенное Оружие Гаусса 2 дня Медик Возвращается И улучшенное Над Россией Во Улучшенный Гаусс Ребят Смотрим Снайперская Винтовка Гаусса Крупнокалиберная Снайперская Винтовка Стреляющая Антиматериальными Патронами Способна Носить чудовищный Урон Живой Механизированной Силе противника К сожалению Крупный Калибр патронов Делает невозможность Использования Магазинов И требует Ручной Перезарядки После каждого Выстрела Тяжелая Винтовка Гаусса Более мощная Винтовка Версия Автомата Гаусса Имеет еще Большую Огневую Мощь При передвижении Противника Навалкивается Штраф на Меткость Может кстати Один Сделать Для Сапа Марксманская Винтовка Гаусса Вроде Без Дебафа Ой Дробовик Исплавов Пришельцев Ох К штурмовику РПГ Гаусса Так Ну что Мобильную Силовую Броню Ну сейчас Во что бы то ни стало Нужно Зайти Деньги Деньги Добывать Продаем Частично Трупы Да Илери Со снайперка Есть доп На патрон Еще в личный магазин Горят Летейки Четыре патрона Будет снайперки У меня прокачанный Так Ладно Поехали Смотрим В первую очередь Конечно Винтовку Лазерную Хочется В смысле Да Тяжелая Винтовка Тяжелая Винтовка Гаусса Снайперка 200 стоит Господи Ну это же Такая Грязь Ну ради Сокола Вообще Не жалко По штучке Короче Один Дробаш Вопросик Снайпер Давайте пойдем Вопросик Снайпер Посмотрим Что там За Характеристики 5-9 Урон Тяжелая Снайперская Винтовка Основана На Крупнокалиберные Патроны Разрывают Броню На часть Работают Как тепловые Патроны Снижают Наполовину Бонус От критических Попаданий У врагов Требуют Ручной Перезарядки Оружие Гаусса Один из трех Сопротивляемость Урона Единицу В отличие от большинства Точный снайперский Снижает Смоемерие Приближение Это старая вещь Только для снайпов Минус 2 Базовые Базовые Припасы 1 Ой Твою же Налево Может РПГ Гаусса Сделаем Ох 50 сплавов Я хочу Один дробаш Взять Сушки Сплав Дробовик 130 Он был кажется Топовым в оригинальной игре Еще нужно соточку На РПГ Раз у нас РПГ Шир есть Блин Он только один Это неэффективно Ну с той точки зрения Что да Может тогда Так А чем характеризуется Винтовка На дробовик Тоже было посмотреть Что там 6-10 урон Улучшенная версия дробовика Высокий шанс Крит попадания 16 Сильно ограниченная дальность стрельбы Шанс снизить на 3 5 припасов Угу Что насчет тяжелой Винтовки Гаусса 5-9 Плюс к урону По сравнению с винтовкой Но минус меткость Да не У меня 3 винтовки И некому вообще Брать РПГ Гаусса Соточкам Что дает 6-12 Лучшенная основанная Не нужно брать Просто потому что Старый ракетчик Вообще Ну то есть Я же не делал Другого типа оружия У меня ракетчик Вообще тогда работать Не будет Поэтому Давайте сделаем Попушки Такие деньги Капец Просто Просто продаешь Последнего мутона Сплавов мало Лерия мало Спутник выходит На орбиту Огромный Несколетит Игнорим Террор Штурмовик есть Ракетчик розовенький Ничего себе Так а что это Крупное городское здание Одно большое сооружение В которое потребуется Проникнуть Блин Террор Надо топовых Брать пацанов Соколик вернулся Еееей Но пока без этих Без Одного штурмаша Точно надо брать Точно пулич Одного из пехотинцев На прокачку Пехотинцы вообще Хорошо Учитывая то что Есть винтовки Они уже в принципе Такие Приближаются Два слота Второй снайп Фиг знает Сокола хватает Для снятия цели На дистанции Медик Там Сочи Да Спасай всех Туристов Подождите Так во первых Посмотрим по назначению Офицеров А вдруг Нет Нет Ой Капитаны Капитаны Надо Я думаю Все таки Двух леммингов Надо брать Ну как Нет Сюда как раз Лемминги не нужны Сюда нужны Люди Которые уже В звании Но Слабенькие Ну которым Нужно просто Звание поднимать То есть Совсем Ну баса Брать сюда Смысла нет Учитывая то что Это террор И на время Как бы тут Я бы даже взял Вообще На второго снайпера У меня есть Пушка И надо Сканер 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 Там налево Направо Будем кидать Снайпер Соколик С прошлого раза Не меняется Штурмовик Пока ему Даем Веерный лазер Естественно Даем Бронекостюм Скорее всего Хитин А Хитин Он не может Использовать А не Сочетается С керамикой Видимо Подождите Я уже думал Если Не нельзя Что А нет Все Да Надо убрать Сначала Фух Я уже думал Что Что Так Берем ему Крит еще Крем от загара Не забыть Говорит Да А хоть Один террор Там Трай был Выполнен Нет Так Пулеметчик Броне Тяжелый Двойной Выстрел Есть Поэтому Прицел Бронепатроны Пехотинец Винтовка Соответственно Гауссом Меткость Неплохая Но Недостаточно Хорошая Поэтому Не будем Патроны давать Как же Ракетчик Нет Без РПГ Я не буду Его брать Пока Блин Оптимист Тут какой-то Не очень Оптимистичный Может Плант кому дать А некому Да Есть сейчас Снайперская Винтовка Сошки А Все нормально Те же Не нужны Прицел Да Бобров Я конечно Топовых Взял Выглядишь Может Террор Выполним Может Возьмем На всякий случай Аптеку Страховать Подстраховать Теряем Не дай бог Давай У полимерщика Бронку Уберем Поставим Реакшит Активировал Премиум Спасибо за Активацию Крупное Городское Здание Большое Короче Я действительно Если вспомнить Ни разу Террор Не выполнял Ну то есть Там Так Чтобы спасти Больше Половины Мир Ну потому что Я думал Как выжить Самому Ой Помню Карту Главное Чтобы Приезд Был Нормальный Такой Дефолтный Чтобы Сразу Просматривать Всю Обстановку Так Это Россия Тут Это Мой Основной Регион Тут Нельзя Допускать Вообще Очень важная Миссия Получается Что это За место Да Вы Издеваетесь На выброску Подтверждаю Рейнджер Можете Начинать Атаку Огонь Вести Осторожно Внизу Гражданские Вот я попал Гражданские Это похоже Не зомбари Мне Быстрее Всего Пройти Как Маргарита Которую Пишу Просто Томатный Сок Просто У меня Тут Позиция Какая Плохая Потому Что Снайпер С респани Работает Просто Я не знаю Вообще Эту Карту Ясно И Выходить На Это Тут Должны Быть Люди На Заправке Я Надеялся Что Я Там Рясность Кого Видим Кто Это Что Клитун 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 Да Это Не Зомбари Блин Вот что Снайперами Делать Может Реально На Крыш Клитун Но По крайней Мере Дальше Они Смогут Работать По Нет Это Большое Здание Оно Будет Не Мешать Твою Ж Дивизию Ну Как Так Мне Тут Не Развернуться Просто Не Развернуться Вроде Как Логично Но Там И Каверов Нет И Я Не Смогу Отсюда Полит А Наверху Еще Литун На Крыше Прям Вид Силуэт Понятно Поняла Снайпы Вообще Вообще Не Работают Может Быть Ими Повременить Пока В этом плане Что сначала Литун А потом Уже Отсюда Прыгать Наверх Потому Что Ну Отсюда Они Вообще Никого Не Бьют Просто Никого Этот За стенками Там Может Быть Еще Один Упырь Overwatch Кибер Кибер Диск Ой Топает Кто Спулили Да Пошли Ну Хоть Постреляем 8 6 Отлично Два Попадания Еще Я видел Четверых Да Четыре Литун Тут По-любому С мест Сейчас Дмитрий Михайлов 70 Но Это Жмирного Спасти Жмирных Будет Убивать Сейчас Да Я хочу Разведчикам Да Вот так Вот Увидеть Тут Видимо Нет У нас Есть Еще У кого Нибудь Я могу С Run and Gun Вот Сюда Прийти Шот Скорее Так Надо Сделать Что Кто Если Не Ты Если Мы Хотим Россию Спасти Где Ты Еще Четвертый У Нас Это Раз Ну Дробаш По-другому Не работает Надо рисковать Дмитрий Михайлов Ок Скорее Если Дальше Овер Остальными Надо Подходить Просто Для Снайпов Нет Ок Цинь Еще Один Лет О Не Спалили Кажется Снайпер Даже Видит Еще Пак Крыса Хороший Скан Минус Мирно Уже Минус Четыре Ну И Как Мне Вообще Нет Снайпы Не Видят Снайпы Его Не Видят Не Видят Возможные Затвития Сканом Даже Закончилась Разведка Правильно Давайте Попробую Увидеть Есть Снайпа Есть Есть Нет Не Мэл Лоис Подожди Давай Начнем С Соколиком Давай Родной Бах Критулечка На тебе Овервач Отличный Еще два Выстрела От Снайпера Два Там Еще Хэвик Можешь Стрелять Отличный Я встал Несмотря На Хреновый Типа Старт С Критом 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 Не попал А Ты не можешь Поразительно Плотный Он Конечно Что делать Ну Первый вариант Снимать Овер А Не забываем Что еще Где-то Один Литон Справа Крысы Помним Дэн Подойдем Ближе Можем Спулить Но Он Нас Пока Не Видит Но Он Будет Убивать Мирных Блин Я думаю Надо все равно Подходить Дмитрий Михайлов Не для того Чтобы Пострелять Для того Чтобы Просто Иметь Больше Возможности Для Дальнейшего Передвижения Тут Какая Я Попробую Спасти Мирного Спасли Двоих Ухо Не пролетит С Богом Слева Литон Убежал Сычок Слияние Разум Слияние Присо Назад Окей Надо Сейчас Активнее Двигаться О Литон Прилетел Хорошо Это Это Штурмаш Его Ушатают О О Два Убер Уотча Штурмаш У меня Работы Далее На 5 Мирный Минус Да Не Не успеваю Не успеваю Спасти Блин Вроде Действую Более Менее Активно Еще Двое Слева Держи Сектоидов Да я вижу Здесь Два Их Не уверен Что Мне Нужным Да Нужно Нужно Хотя бы Так Два Их Спасим А этого Не Спасли Полич Видит Только Сектоидом Снайперы Не на Точке Я думаю Что если Я сканкину Могу Увидеть Меха Снайпами Вроде Вроде Как Получается Он же Правда Пробаф Нет Не видим Ни тем Ни другим Меркость Блин Ну подходить На овер Вы знаете Как мне не хочется Тут мирно Им надо Спасать Подходим Может наверх Сейчас прыгнуть Как раз Летунок Тушатали Да Наверное А то Что По-другому Я тут Не справлюсь По-другому Снайпы Тут Хрен Прострелят На этом Хрен Прострелят Я пошел Хожу Влево Максимально Мне вот этого Мирного Надо уводить Ну там еще Мирного Убьют Не-не-не Все Уже 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 Забей Уже Не выполнил Миссию Так что Не лезь Просто не лезь Бежал назад Так Ну это может Нет Уже не может Снайпер Ничего Сделать О Дмитрий Михайлов Все-таки Ловит 89 Промахиваемся Ой Справа Еще один Мехтой Ой Вот и как Такие миссии Рашить Вообще Овервотч Хорошая новость В том что Снайпер Поработает И я этих Спулил Ооо Короче Я все Паки Спулил Оставшись Тут фланг Мне кажется Что нужно С места Просто Стрелять А потому что Шреддер Меткая И отличный Урон Потому что Сектоиды Меня тут Особо не пробьют А Ты не видишь Еще А снайпер Наверху Ё-моё А вот Это очень Плохо Тогда Команду Нужно Только У него Овервотч Еще Не Помню Подожди Не торопись Так Где у нас Там этот Упырь Разведчик Да Он должен Сюда бежать По-любому Надо сначала Снайппом Выстрелиться Да Молниенос На один процент Налево Еще Кавер Сняли У Улич Ой А Снайпер Можете Перестелять По крайней мере По одному По двум Да Соколик Стреляет Раз Минус Крысы бегут Крыса Крыса Опаснее Дмитрий Михайлов Без патронов Штурмаж Бездарный Зря Зря Просто зря У меня тут снайпа Могут бжухнуть Сразу же Сюда подходить Нельзя Потому что там уже Крыса подходит Блин Вот Что я со снайпером Сделал Не кто это Мне тут Шотает Ладно Ты сюда Так Пули чем Надо пройти Вперед По-любому Это тут Крисолит Но он не добегает Чтобы уйти От потенциального Фланга здания Дмитрий Михайлов В принципе А че Ему здесь Надо находиться Перезарядился Нет Он может Отступить Естественно Но ему лучше Овер здесь Поставить Просто Ясно Начинаю Наблюдение Остается у меня Два человека При том что Миктоит Все еще Молодец Здесь Фланги Нельзя Подставлять Здесь Фланги Нельзя Подставлять Здесь Как бы Нельзя Тоже Ничего Сделать Снайп Надо Сюда Спускать И только На следующий Ход Стрелять Кайф Ну Самая большая Проблема У нас Со снайпом Который Стоит Так что Его Ну Его Миктоит Не видит Но Его Видят Другие Поэтому Я бы Подошел Встал На овер Ганером Сюда Но Не Крыса Не дойдет Так что Подходи Вот так Вставай На овер Ну Ему же Нужно Подойти Может быть Сработает Блин Сух Овер Очень Хорошо Блин Ответный От Дмитрия Михайлова Молодец Верного Спасли Нет Пронесло И второй Раз Нет Пронесло Да Он Промахнулся 32 И 25 Командир Это Овер Вотч Должен быть Молниеносные 9% Попали Ну Это Да Эти Ладно Все Все Главное Мы сейчас Избавимся От Права Еще Блин Какие же Молодцы Ганеры Они Не спасли Конечно Но Паника Поднимется У меня Как бы России Не вышло Потому что Там уже Было Не очень Все Хорошо Так Тут Перезарядка Ладно С критом Надо сейчас Бахнуть Поэтому Поехали Нормально Так Метить будем Дальнего Чуть знает Этого нет смысла Метить Вообще Он гануть Мы можем А толку Не так Многом А это На овере Еще стоит Не забываем От кого Мне нужно Бахать Дмитрий Михайлов Стреляет Нас Возможно Овер Но я Не уверен Рананган Тут особо Не нужен Я бы вышел Пострелял Конечно Полу кавер Меня смущает Одессе Флангуясь Слева Мне надо Подойти Этого Добить Просто А дальнего Уже Сам прессин Пулич Так Там он На овере Да Стоит Так Это все просто 8 урона Ну вроде хватает Давайте попробуем Молодец Крит пропер 6% Минус 2 Мехтойда Так Здесь Подходим Штурмовиком Здесь Просто Сопрессим Человеком Ну я подойду Наверное Разведчику А хотя он Меня же Он мне что-то Стреляет Не Ханкерим Тогда Здесь Подойдем Ну чисто Оверэдж Сделать Вижу Зомбаря Сану-ка И сюда Там Сектоит Еще Слева Вроде Один Здесь Крыса Рядышком Одна Вроде Была Ничего Главное Командир Этого Сейчас Шатнуть Ответный Огонь Оптимист Так Крыса Минус Сейчас Собсидит Олень Стримит И такой Видели Видели Все говорили Качай Крысу В рефлекс И что 6% Сняли Критом Игра Ты меня Троллишь Да Да Спокойно Мирные Восстали Подходим Штурмашом Здесь Вот этого Товарища Все равно Подсопрессить Да Зомбаря Не проблема Убить Я думаю Это Ну Давай Мех Схорошим Снайпер Соколик Бак Эмма Просто Не по кому Больше стреляет Постреляет Здесь Обходим 61 Можно было Ближе Конечно Давайте Начнем Терпенчик Стрелять 98 Блин Мне бы Других Поснимать Ну то есть Этого Командира Быть Поснимать Я наверное Наверх Снайпером Пойду Во вторым Надо было И тем Снайпером Тоже Наверх Идти Встаем Здесь Штурмовиком Обнаружен Убей гражданского Убей гражданского Убей гражданского Убей гражданского Убей гражданского Голографическая Поставлена Гражданского Да Черт Промахнулась до гражданского до тарелка ты такая прям да да все равно граждан я не спасу крыс новая слишком много для рабочего дня тут смотрите медведев путин нормально там висят портрет продуманная игра некто представившийся как ты подчеркивание милам он поддержал ваш кайсин ваше 100 рублей мастер ближнего боя на на ва слабенько как так у меня закончились патрону хэвика к сожалению соответственно да здесь метить человека вот так вот потом скорее всего снайп она сверху его пытается снять 80 процентов но мне нужно его пытаться коцать его пытаться убивать здесь я бы спрятался на самом деле по крайней мере за вот не знаю даже сюда вот все равно меня видят все и пожалуй перезрежусь время убивать тарелка может еще прийти но пока придет я пожалуй 2 снайпа наверх и буду того товарища следующий год ушатывать здесь несерьезно просто несерьезно дмитрий михайлов ну это конечно да но укрытие нет нормальных уже вот так дайду чтобы было больше целей туда же дроид например опасен чем зомбари желательно конечно этого покоцать просто потому что если ну там же дробовик его не выбивал поднимаются зомбари стреляет 40 ой плохо хорошо плотную броню взял и пенрира там какой быстрый крысолит еще один не тут тут как бы я не готов еще спасать мирных вот в такой ситуации прям всех повторюсь на кибердиск на свободных мест отлично мастер ближнего боя но все равно штурмаж на терроре так или иначе отрабатывает не так хорошо как хотелось бы конечно если если бы были был террор крысы плюс зомбари два штурмажа и все вперед бежишь всех убиваешь но вот такой террор самый не очень что есть и крысы и зомби и и все здравствуйте так ну что будем метки ставить я поставил метку на вот это вот и по зомбарю быстрее выстрел между двойной ой кавер сняли ой как жалко как жалко ну соответственно здесь с критом ваншот а это соколик с двойным выстрелом как бы нижнюю ушатает а и да сокол 19 крит я бы пошел в инвиз и начал смотреть где там крисолит ой в смысле кибердиск потому что ситуация мне как-то не очень нравится что где-то бегают крысы так стоп извините а а крысы слева я понял нормально номер кого видишь крисолида участи дим давать 90 процентов дим спускаюсь вниз пожалуй я не хочу просто против крисолида снайпов вставлять вот вот на крыше это сейчас крыски сами пойдут там дроида еще оставшиеся глядишь кибердиск подтянется террор достаточно сложный по составу то есть у нас два мехтоида кибердиск куда-то побежал маленький понятно все на женщинах и детях отрываешься опа обрыв осталось пять человек мирный остался один я подозреваю что когда мирные закончится они наконец не будут отвлекаться на всякую ерунду да но зомби еще пообстают кибердиск блин побежал опять куда-то мне он просто не знает где зомбарь как будто лучше знает чем чем крысам так давайте разведчика берем глядишь увидим кого там я видел слева крысу просто я хотел бы за дело весело направляюсь на точку на что рискованно немножко сейчас я действую нужно прикрывать моего штурмаше я к сапу наверно отойду ну чтоб не фланганули там крыса побежит а извините он не увидел меня вторая крыса там же а зомби чё а зомби в атаку но ты нормальный хоть хоть один боец есть бах дробаш сейчас еще будет парочка думаю да да окей лечим разведчиком дошатываем дошатываем пацанов справа ну так аккуратненько штурмаша и под наверно даже вот так вот я дмитрий михайлов поставлю вот не дмитрий михайлов вот он дмитрий михайлов здесь можно конечно подойти тут перезарядка полечит тоже надо бы поближе здесь он не работает сейчас они по скрипту прибегут должен быть ну и не хотят ведь уходить а может быть там последний мирный которого они так так ждут давайте сокращаем фулл кавер так сразу видим двоих это сектоид и кибердиск ну вот в такой ситуации я бы поднял снайпов наверх потому что и тот и другой стоят далеко если я смещусь влево единственное чтобы там крысы ко мне не подошли координаты получены иду на крысы закрывать на чтобы это не стало они просто могут и к снайпам выйти я бы сразу дабл шотом папа кибердиску с двумя критами ты выстал короче снайпы делают и все и нет кибера крыса возвращается вон он наконец-то оптимист ловит но он не должен добежать 11 хитов тут столько ну куда ты ну видно же аж откуда стреляет ну так оба снайпа видят нет только один видит это мэл лоис то есть он не может я веду снайперов сюда чтобы следующий ход не заметили ну с меньшей вероятностью короче аркаденько михаил аркаденько я пошла я бы подошел пуличем если бы не боялся что меня спулит у меня диск больше всего интересует и он идет ой может увидеть он снайпов сейчас может увидеть и шот может видеть не не увидел хорошо так ну теперь должны ушатывать здесь конечно еще постреляем но я надеюсь что все таки все таки крисолит сообразит не он боится там еще 2 ведь еще зомби могут быть что за люди такие а вон мирный вон ну наконец-то вы нашли его ну ё-моё слава богу ааа вижена нет для снайперов у меня тут сопресс снайперов нужно возвращать вниз хорошо пострелял План был отличный Разведчика может быть имеет смысл спасти Нет, не точно Наверное выводить надо постепенно С врагов Бойцов своих и стрелять по тому же самому фигеру Пока он под сапрессом Девяносто три мимо Ну что, давай Хотя Не уверен, что это правильно Если хотя бы одного ганера оставить Вдруг крысы сзади побегут опять Может увезти его А этого товарища Ну не хочу, я просто не хочу Вдруг он сейчас не гонет и все И минус Да и готовность Хорошо Сейчас должны снайпы простреливать Починит его дроид Отремонтировал А, теперь он бежит Ну конечно Ну ладно Он еще мастер ближнего боя Сейчас Штампанет его А, не успел А этого Овер Нормально С этим разберется Один штурмаж Ну и зомбарь Окей Хорошо Ну вдвоем разберутся Очень страшно Регенерирует еще Ладно Здесь в любом случае Хотя 87 Какой сапресс Стреляй просто дважды и все Раз Под ранок Я бы еще выстрелил по А, это сектоид битый Нет, еще по тарелке тогда Пофиг на точность Два Все нормально Не переживай Соколик С критом Стреляет Раз Убили Взрыв еще там задел И уничтожил кавр Блин, наверное Не соколу было А других качать Мэл Лоис добивает Дроида Пора рисовать звездочки Ну здесь мы работаем По 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 Хватит нам Да хватит Не пробьют ему Это раз Хорошо Это тоже не дойдет И по каждому Из кресолидов По разу Надо стрелить Раз Давай, блин Перебор И поэтому тоже Перебор будет Скорее всего Повышение получили Меточка По зомбарю Это так За не менее Лучшего ГГ 25 человек Плохо Вот это террор Позиция Аховая просто То есть там Как бы Снайпы не очень Бойцы Отлично Справились С задачей Надеюсь Они не зазнаются Агрессия На крит Вандорн Ох Стабильность платформы Скорее всего Для двойного выстрела Меткость Правда Плюс один Всего лишь И у нас Появляется Новый Топовый Пехотенец Кошка 82 меткости Плюс 3 точности В конце добавилось Оптимист Ой Тоже не доходило Что у нас тут Бомбардировка Спринтер Или Вооруженно опасен Спринтер Для саппорта Это важно Плюс 4 Перемещение Трупы Элери Сплавы Это понятно Все Но Россия в тревоге Европа в тревоге Что у нас там Выходит Выходит Россиюшка Нет Блин ГГ Вот так вот Вроде справился С террором Но я не мог Лучше справиться С мирных спасти Все Минус Россия Минус Бонус От региона Слушайте А может попробуем Тогда Следующий Месяц Миссию Восстановления То есть Там спутник Вроде как Нужно Запустить На Спутников Спутниковые связи Работают На Предельной Мощности Требуется Дополнительный Отвоёшь А твоёшь Говорят Может спутник Собьет Да Спутник Было бы Классно Если бы Сбили Лаборатория Да Паника В России Блин Ну Ребят Ну вы видели Я пытался Но когда Когда Уже В пределах Ну Когда уже Пошёл контакт И было Два Мехтоида Крисолиды Ну и Соответственно Те кто Рядом с Мехтоидами Там Сектоиды И эти Я понял Что лучше Скоро Операция Сейчас ещё будет Средний Высоко Это спутники Сканинг Гад Сбивают Спутники У меня ещё нет Апгрейда Наоборот Что-то я сомневаюсь Что я собью его Страховочный спутник Т1 есть Но я бы Закинул его В Россию Плюс Тут Паника Возрастёт Как вы думаете Что делать Пытаться Или не пытаться Я не хочу Просто сейчас Отдаваться Да конечно Сбивать Я не собью Скорее всего Апикселос ждёт Так Кстати Не забудь Давайте Пока Пока я Оперативников новых Евгешин Поддержал Ваш канал На 150 рублей И сообщает О, ты забыла А базу штурмануть Не успеешь Чтобы сбить Панику А как Ей мне Штурмануть Базу Какую базу Какую базу Давайте Пи Кселоз Надеюсь Ты не против Так Медиатор Роза Бейкер Пулемётчик Вот этого Тоже Можно Куда Дэй Вас Брешельцев Задание Читал Задание Какое Задание Где Задание Неопыт Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И сообщает Вам Очень Клицут Цвет Пиджака Чаманды Но На земле Война Пора Купить Подобающий Эквип Секретная Операция Действительно Скоро Но У нас Есть Люди На секрет Такие Не самые Лучшие Но Тем Не 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 Пытаться Сбивать Или Нет Спутник Мы Мы Потеряли Один Спутник Мы Не Сможем Отслеживать Корабли Пришельцев Над Этой Страной И Она Прекратила Нас Финансировать Запускаем Спутник В США Да Для Бонуса Содержание Кораблей Надо Еще Спутники Брать Увы Оооо Я Разорюсь На этом Шеф Модули Спутниковой Связи Загружены До Предела Нужно Скорее Построить Дополнительные Модули Чтобы Можно Было Запускать Новые Спутники Погасилим Лаборатория Генетики Готова Ой Бабло 240 Элери Окей Оооо Нет Здесь по панике Хорошо Вот Европу Теряем Ну что Лаборатория Генетики Я не доходил До этого Лизи Еще Не все Нет Еще не все Вот он Лаборатория Генетики Командир Лаборатория Генетики Оснащена И готова К работе Да ты ж Ждем вашего Приказа Чтобы приступить Так Давайте посмотрим Что у нас есть Оооо По 10 баксов Блин Не так дорого Конечно Чем дальше Мы продвинемся В изучении Генетики Пришельцев Тем шире Будет доступен Нам спектр Модификаций Сейчас правда Что-то посылать Не хочется Никого Ладно Допустим Разведчик Какие у нас есть В принципе Умные Макрофаги Мед пакет Восстанавливающий Тубан Дополнительно Восстанавливает Два очка здоровья При использовании На бойце Иммун к яду Кислоте А увеличивать Усталость После миссии На 3 часа А 3 часа Я думал 3 дня Увлечивать Меткость На 10 Для любого Выстрела После промаха Занятие высоты Дополнительно Дает 5 меткостей 5 крита Надпочечная хирургия Модифицирует Надпочечники Солдата Убив врага Солдаты Спускает феромоны Вот эта классная тема Увеличивает Меткость Мобильность Шанс на критическое Попадание Союзников Поблизости Не чаще Чем раз в 5 ходов Ой На 12 часов Усталость Вот там бафы По всем характеристикам На пару ходов Биэлектрическая кожа Оно Выявляет Ближайших врагов Не потревожив их Защищает от удушения Увеличивает усталость на 6 Ой Мышечная плотность Дает сверхчеловеческую силу ног Что позволяет бойцам Запрыгивать на высокие места Без лестниц И тому подобных приспособлений Увеличивает усталость на 9 И адаптивный костный мозг Регенерирует ранение Для людей Да 2,2 единицы за ход Пока не будет достигнут Максимальный уровень Без брони Ааа Блин Ну тут конечно Ноги снайперам В первую очередь Да Биэлектрическую разведчикам Надпочечная хирургия Солдату Типа Дмитрия Михайлова Чтоб он Он часто убивает Он в центре событий Бах И сейчас баф идет Ааа Ну выстрел После промаха В принципе можно пулечу дать У него двойной выстрел есть И Это хорошо Зачем снайпом тебе кошки мало? Так в том то и дело Что можно не использовать кошку Можно взять тогда другой армор И не использовать кошку Хотя такая штука Наверное Скорее для штурмовиков Проблема в том что Я хотел бы Генномодифицировать Нормальных пацанов Нормальных пацанов А у меня сейчас их нет То есть я бы начал С дублирующих ролей И отправлял бы А сколько времени займет Кстати Вопрос Не знаю Планируется Икском 2 Так прошли уже его Усталых можно модифицировать Да вроде не должно быть Такое Не, не, не Недоступно Ну то есть понятное дело Что гены Модификации Лучше заходят на Более опытных бойцов Ну то есть Как бы понятное дело Которых уже и скиллы И прочее Поэтому надо видимо ждать Два дня Противодействия Нолом Может быть Ограничивается Дорогие друзья Ладно Не будем Это пытаться Пародировать Секретная операция Поехали Опять мясное Мясное рулесо Жду от вас Хороших новостей Ой Ну точно До всех берем Сверху просто Бобра берем Возможно даже Второго снайпа Вытянуть Не получается Да Может ракетчик Ракетчик вообще Должен хорошо заходить А мы можем уничтожить Передатчик Ракетой Такой вопрос Как мне его защищать Он уничтожаем Или нет По идее Если они будут лезть В самую гущу К этому передатчику Вроде он выделяется Как штука Которую Которая уничтожаема Задачи Задачи есть Да Что там еще раз Захватить Создать изолятор Поймать живого пришель Да поросить Понятно Есть такое Можно да Жалко Так берем Кода Дэя А он уже на задании Давайте сейчас Тогда ему Внешний вид Кода Дэй Второй медик Вряд ли Один из разведчиков Точным Ну Ракетчик на самом деле Мне нравится Просто потому что А у меня ракеты нет Да не готовы еще Инж хороший Но инженер И так есть хороший Еще одного медика Брать не стоит Не получается ракетчика Можно его взять Ради прокачки Исключительно Второй Пехотин соберем Точно Хороший Давайте посмотрим Что у нас получится Генные модификации Такой еще зуб В общем, открыто большинство генных модификаций Так, ну что, Гэмбл Ты у нас инж Инж с густым дымом, с полным фаршем Пистолет-пулемет дать? Вообще, вполне вероятно, что придется А, слушайте, может тут даже от дымов отказаться Не-не-не-не, не отказаться Тут скорее надо брать Не, взрывать, взрывать будем Оставляем Возьму я все-таки пистолет-пулемет Потому что меткость у него 79 Дальше у нас идет ганер Пижма Пикселоус, надо его переименовать, кстати, обязательно Кажется, у него с точностью будет не все так хорошо Поэтому, скорее всего, я не буду ему бафать урон А возьму дополнительный прицел Пикселоус Медик Роза, это пользователь поза Ну, вы понимаете Винтовочку даем У него не такой хороший овер Поэтому лазерный карабин Скорее всего, лучшая лазерная оптика Посмотрим там кому Пулеметчикам все более-менее понятно Потому что у нас тяжелый только один Бронебойки фиг знает Палач есть Точность хорошая Но, учитывая хорошую пушку Я бы взял ему Блин Выприпасы Ну, у него только один выстрел Во-чем дело Ему урона, как правило, будет хватать Ему попадать Снайпер-бобер Здрасте Сошки-бобру Меткости у нее пока не хватает Поэтому даем прицел Разведчик На прокачку Пока Маневренность Марксманская Скорее всего, прицел Ракетчик Последний бронекостюм Новый РПГ нет Сомневаюсь больше всего Я по поводу него Автомат Гаус Тем более у меня лишний Ладно, одному пехотинцу Мы автомат Гаус Это даем Убрать его только ради прокачки А мне все равно Ну, ладно, допустим Мы ракетчику убираем Кого мы можем взять? Второго разведчика лесом Пехотинцы и так есть Это нубасы Нет, давайте ракетчику возьмем Я понимаю, что РПГ У нее мобильность никакая Хотя у нее точность неплохая Почему бы ему Гауссу не дать? А, у нее доп. ракеты скорее Можно взять только одну А, можно еще такую ракету взять Какой-то стрёмный очень Ну что, с Богом Давайте проверим офицеров Могут быть, могут быть РПГ нет, нельзя заменить Ну, он там же справа РПГ Гаусс Поехали Я уверен, что вы справитесь Здесь много товарищей перспективных Которые легко могут пойти в основной состав Но, как бы, они здесь все Такие недопрофессионалы Это, конечно, немножко настораживает Я узнаю эту карту Она бесит Она бесит Я помню ее Вы ее тоже помните У нас новая задача Да, использую вебер Использую крюк Использую зубы Инвиза у меня нет Помните, надо попытаться По максимуму пробежать Кидаю скан для того, чтобы понять Увидим, не увидим Сможем ли снайпов поставить Но выходить нужно вот сюда вот И туда по центру Отличный скан, блин Уже поторопился Блин Гэмбл, что? Ну, гэмбл Может и по низу пройти Ганнеры, скорее всего Нужны мне здесь Да, да, да Это ганы В общем, я могу их в этот ход уже спулить Из-за кривого скана Этого делать не хочется Рокетмена, в принципе, можно тоже пока сверху Хотя, черт его знает Может быть, ему Не, но он все равно работать не будет В этот и следующий ходы Нужен обзор хороший Под гренки Под рокет Ну, ему не обязательно быть С высшим Давайте Пуличи бы тоже наверх Бобром не могу подходить Из-за этого кривого Ну, вы помните Передатчик один Там второй Третий Четвертый Готовность номер один Да, уже захватили Да Ну, в любом случае Я снайпером должен сюда находить О, я их не вижу Ну, здесь-то я увижу В любом случае Да и мне нужно Несколько агрессивнее играть Ладно, давай Тогда гэмбл Сюда Подальше Ковер, гренки Все дела Класс Вижен главный Вижен Ни хрена нет Так А как насчет Блин, я не знаю Как тут лучше сделать Если честно Пуличи можно и сюда поставить Хороший Вижен У него полу кавра Конечно Ну, это не самый лучший момент Но Кромере он на ход доходит Сразу же Здесь я не дохожу Увы Я еще как минимум Один ход теряю Да, есть рокет Его, наверное, тоже имеет смысл Подвезти поближе Вообще максимально близко Пофиг, что спулит Ганеров нужно сюда подводить Поехали Что-то прицеливание Саппорта бы тоже сюда Но это слишком Опасно У нас Маркс Еще есть Ай Твою налево Да Вижен отсюда Будет не очень хороший А его Хочется ставить Высоком Давайте отсюда Пока С Богом Два хода я уже теряю По захвату Они идут Оверов парочка есть 58 58 Попали разок Попали второй Ой, тут же рокет Вообще отлично решает Ну, типа взрывать Кто же это? Кто же это? Нельзя допустить Чтобы войска Еще один овервотч Хорошо Отлично Все, рокет влево Надо пускать И мне нужно будет Сейчас захватывать Самому Я бы начал с рокетом С места как раз Фулкавер Куда-нибудь сюда Чтобы взорвать Все к чертовой бабушке И эту заправку И эту машину Если, конечно, получится Так передатчик Можем взорвать Лучше, наверное, вот так сделать Ближнего не будем брать Потому что может он Влево уйти просто Слушайте, а может быть Рокет-то и не так плохо? Выходим Ганером сюда Хорошо Пулеч видит 67, 82 82 с дубом. Надо добивать ближних, потому что они самые опасные с точки зрения. Аналогично только здесь с критом обязательно, потому что это очень плотно. Ганера все-таки ближе. Ближнего, ближнего. Здесь подходим к бензоколонке. Нет, 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 вот так подходим. Можем спулить еще. По крайней мере, ну, во-первых, не спулили это раз. Во-вторых... Марксман еще есть. Ну, вот так. Может, литерат тоже запрыгнется наверх. Отсюда можно пострелять. Я боюсь, просто слева будет... Давай, крюк. Может быть, даже отсюда будет угол. Возможности, конечно, масса. Да, угол будет, но... Ближнего не будет. Так, ну, что с тебя взять-то? Что с тебя взять? Пробуем ранить. Не, я думаю, надо их не тереть. Потому что у меня есть угробочек. Еще четыре человека. Ответный огонь 74. Знайк пойдет на передатчику. Полу-ковер хорошо. А этот ближе. Блин, с Рокетом эти миссии, конечно, скриптовые пошли. На позиции отряда Штурм-1. Ух ты какой. Рокет-мен. Взрыв. Так, ладно. Рокет, в принципе, и наверх можно. Там как раз машина одна потенциальная. И эта заправка горит. Не знаю, насколько я реально вообще попасть на такой дистанции. Три клетки разброс. Ну, давай вот сюда попробуем. Ну, это какая-то халява на такой карте. Просто. Не, ну, я его не использовал просто потому, что он меня постоянно мазал. А я его возненавидел просто этого. Этого упыря. Цель только одна. Увы. Тоже особого выбора нет. Слушайте, ну, мы шатаем пока. Прям шатаем. Это его Overwatch. Поздравляю его с этим. Я думаю, игренку надо кинуть, чтобы не расслаблялись. А то тут как-то... У одного немножко хп, а вот другой рядом с заправкой стоит. Охренел, что ли? Раз, кавера нет. Минус второй, кавера тоже нет. Ну, теперь можно овера спокойно нажать нашими товарищами. Минус в том, что здесь сад не работает. Я бы его ниже спустил. Пофиг на то, что он... Так он просто больше видеть будет. А, там овер! Нет, 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 нет! Ну, вот и полечишься. Тут Overwatch. Ну, что, может, к этому подойдем? Немножко к передатчику на полходика хотя бы. Перезаряд больше. Взрыв минус. Там два без кавера побегут. Это Overwatch раз. И второй тоже мне гонит Роди с овером. Нет. Overwatch. Хорошо. Ну что, пока взяваем. Здесь лечимся. Ранение было, но очень легкое. Грейжные аптечки спасают. Да, раз видишь, стреляй. Пусть лучше на оверах стоят. Перезарядка. Перезарядка. Даже не хочется подходить. Как бы сидим, ждем. Бегут новые, но там пока добегут. Оверы сработают еще парочкам. Солдат не без ГМО, короче. Еще один. А овер-то будет? Будет. Что? Офигели, что ли? А где оверы-то? О, нельзя расслабляться. Так, ребята, это последняя миссия у нас. Сто процентов. Не нравится мне, что происходит. По этой цели давайте с критом. Я понял. Ну, минут 10 я там. 45-90. Ну, как бы саппорт есть саппорт. Пусть стреляет. 59-100. Блин, ну лучше по этой метке поставить. Соточку-то любой сможет. Главное, он вышел без кавера и выстрелил просто. Вот молодец. Хорошо, не больно вообще было. Но мне не нравится. А, давай прокачаем тебя, попробуем. Кью, кью. Хорошо. Ханкер. Без надобности я не буду передачу пробовать. Как бы пока все контролируется. Промахнулись. 82-67. Овервот очень хорошо. Без кавера стоит. Да, ракетчик тут просто топовый. Ну, потому что они по скрипту бегут в место, где как бы прятаться уже негде. Вот и все. Даже саппорт тебя унижает. Давай попробуем. Попробуем. Хочу этого оставлять. А, ты тоже можешь по нему стрелять. Давай тогда ты по этому. Да что ж вы мажете-то, ну? Да ё-моё. Три раза подряд 70 плюс мимо. 77. Сколько можно было? 82 мажем. Ой, не-не-не-не-не. Какой же я дурак. Это грандиозная ошибка. Блин, сейчас такой фейл. Да вы задрали мазать-то. Как они попадают? Вот дал два раза выстрелить. Это подкрепление, командир. Осталось продержаться совсем немного. Блин, ранили. Много народу. Сейчас надо передатчик выключать. Только сначала поверучесть нет. По возможностям. Ладно, здесь... Что ж поделать? Раз. Здесь некого стрелять вообще. Марксман ок. Все готово. Перезарядка. А, не смогу передатчик выключить. Может подставиться. Но там снайперсоверить себе. Все на позиции. Другой готов. Буду настороже. Я снова в строю. Да. Давай, ладно. Давай, ладно. Поехали. Ближнего хочу, по крайней мере, шатнуть. Шатнул. Их еще человек пять, да? Раз. Овер. Один проблем. Э, проблем. Процент. Овер. Хорошо. Не дали даже один процент ему. Снайпер стреляет, кажется. Нет, подходит этот. Не видит. Нет, видит. Мимо. 32. Так, это ладно. Снайпер где там? 33. Ну, это такое. Попал. О, наконец-то хоть кто-то из наших на 33 попал. Должен же сейчас... Не, не работает. 92-62. 92 халява. 62 метка пусть. Ну, можно было подсапрессив. Но, вероятность, довольно хороший. Пулеметчик такой. Быть не может. 98 с критом обязательно. Ну, он плотный очень. Крит не сработал, жалко. 55. 70. 69. 69. Неправильная последовательность, естественно. Вы видите все это сами. Убираем. Раз. Овервотч. Начинаю наблюдение. Оверханкер. Оверханкер. Я бы даже вот сюда ушел. Мне не нравятся все вот эти вот 30% точности. Пусть подходят. Пусть подходят под ганеров. Под ганеров, под сапов. Я не против. У них задача захватить кодировщик. Пожалуйста. Захватывайте. И все лоус. Поздравляю с повышением. Там вроде снайп еще стояло на Овере. См... Боезопасный исход. Готовность номер один. Буду настороже. Поняла вас. Занимаю оборудовательность номер один. Не торопимся. Беги ближе. Лечение. Вот, сучок. А, подождите. На лечение ответный огонь срабатывает. 22 человека уничтожены. Выполнили миссию по экзальту. Все остались живы. Многие получили повышение. Вот пулеметчик кода Дэй с двойным выстрелом. 82 меткость. Бобер получил повышение. И выборочное прицеливание. Плюс 3 меткости. Не так. Евгешина. Дополнительный скан. Плюс 4 меткости. Здесь... Ганер с двойным овервочем. 81, правда, не поднялся. И получил ранение, к сожалению, штурм на 50 дней. Одна ошибка. Два месяца минус штурм просто. Это такая... Так жестоко просто. Ну, это так и надо. Еще разведданные на нас плав. 500 баксов у нас. Надо спутник, может, еще заказать. Ай. Странно, повыходили. Изолятор для пришельцев можешь создать. Может, выходить потихонечку. Для этого нужен генератор. Тепловой. Ну, мне сейчас оружие нужно ставить. Не факт, что изолятор нужно делать сейчас. Строить самолет и спутники защищать. Это очень дорого. Это очень дорого и иногда не в количестве дела. Иногда лучше потратить на очередной апгрейд в литейном цехе. Например, на здоровье спутников. Или на точность, например. Вот улучшенную авионику. Я думаю, как раз нужно. Да, давайте авионику. Потому что сейчас самая большая проблема как раз. 100 баксов, это же плюс один к оружию. У меня нет проблемы со сражениями. Ты видишь? У меня есть проблемы с тем, чтобы страны спасать. НЛОшки, спутники и прочее. Короче, друзья. Сегодня день прошел не так уж и плохо. Да, у нас проблемы. У нас вышло еще 2 или 3 страны. И выйдет еще Россия, матушка. Ее в первую очередь будем спасать, конечно же. Но, с другой стороны, мы с вами вместе и Дмитрием Михайловым во главе отбили атаку на базу, на нашу базу. Игра, в принципе, могла сегодня закончиться с самого начала. Но мы отбились. Мы дождались раненых. Сейчас у нас, конечно, есть раненые, но ситуация не такая плохая. Скоро придет Понти с Алисой даже вообще, смотрите, пехотинец. Алиса 96, топовый причем. Один день остался. Вот. Раненых у нас с вами сейчас 7 человек. При том, что трое вернутся в течение двух дней. То есть 4 ранения, это не так много. Вот. Что касается усталости, вся она пройдет, ну, Папакова в 4 и в 5-6 дней. При этом еще есть какой-никакой роустер из бойцов. То есть 4 команды у нас есть. Мы с вами сделали исследование, точнее, изготовили все-таки вот это вот оружие гауссовское. Сделали серию проектов в литейном цехе. Собственно, достроили литейный цех и сделали серию проектов в литейном цехе. Все, что вот, вот это вот, вот это вот все, это сделано сегодня. Сканирование НЛО, персоналочка. А, нет, часть, часть, часть до этого была сделана, сори. Там простые были сделаны. Что еще? Исследовали продвинутую, собственно, продвинутые пушки гауссовские. Сделали какие-то там еще патроны, увеличили урон к гауссовским, посмотрели. Что еще? Ну, вот пару ключевых грейдов на перехватчики, что они должны быть точнее. И они должны быть уворотливее. Еще один там апгрейд, кажется, на увеличение количества. А, и сделали лабораторию генетики, конечно же. Которую надо постепенно сейчас новых оперативников, начиная с топа, отправлять. Хорошо продвинулись сегодня. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Увидимся с вами ориентировочно завтра вечерком. Не обещаю, но надеюсь, что... Что мы продолжим. Пока. Пока.